Добрый вечер, Татьяна Ивановна, может быть, Вы дадите на хорошую традицию отмашку? У нас сегодня второе заседание Санкт-Петербургского отделения исторического общества Клила и проходит в рамках дискуссионного клуба, который работает в Российской национальной библиотеке с 2015 года. Сегодня тоже 14-е заседание дискуссионного клуба. Я думаю, что прошлое заседание, посвященное проблемам заключения Брестского мира, прошло очень интересно. По крайней мере, у нас много отзывов. Я полагаю, что и сегодня обсуждение будет не менее продуктивным. Еще раз напоминаю, коллеги, у нас с вами проходит заседание, но в соответствии с уставом Российской национальной библиотеки все наши обсуждения не могут переходить никаких политических границ, существующих сегодня. Спасибо большое. Татьяна Ивановна напомнила, что первая тема у нас была «Врезкий мир. Необходимость. Ошибка. Преступление». И там два доклада, чем можно их объединить? Они посвящались анализу стратегических и тактических решений советской власти, лидеров советской власти, которые принимались в условиях немецкой агрессии. И, соответственно, это все было, в общем, мы анализировали на субъективном уровне. Второе наше заседание, тема которого звучит «Движущие силы революции 1917 года», мы таким образом пытаемся уже выйти на какие-то объективные процессы, на объективные факторы, которые позволят придать глубину и последующим событиям, в том числе и самому этому Бресту, и предшествующему. Может быть, мы и о первой тоже будем революции говорить, и о тех процессах, которые предшествовали и привели к ней. И в этом смысле второе наше заседание, мне кажется, вполне логически вытекающим из первого, взаимосвязанным, так сказать. Наши докладчики. Константин Тарасов, это вы, да? Кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. Тема вашего доклада «Петроградский гарнизон как фактор революции 1917 года». И второй докладчик у нас Юрий Симонов, историк, лингвист. Тема его доклада «Городской рабочий класс Петрограда и Москвы в событиях 1917 года». Правильно? Вопросы о «Движущих силах Октябрьского переворота 1917 года». Спасибо. Теперь дальше, по рекламенту. Значит, у нас сейчас 18.15, до 21 часа у нас получается 2 часа 45 минут, как предлагаю распределить это время. По 30 минут докладчикам, это нормально? Я думаю, что да. То есть час. У нас остается час 45, который мы распределим так. Сначала мы предлагаем в экспериментальном порядке. Следующий порядок. Значит, обсуждение докладов сначала, то есть выступление участников. Дальше вопросы и ответы на эти вопросы. Вопросы докладчиков и ответы докладчиков на эти вопросы. И в конце подведение итогов. Может быть, это не самый удачный вариант. А может быть, он получится. Мы хотим избежать ухода в сторону и... Затягивание времени. Когда люди начинают задавать вопросы, и эти вопросы превращаются в выступление. А также каждый может задать вопрос в письменном виде. Это наиболее... Это желательно. Да. Наиболее командный вариант, чтобы подготовиться. Так. Соответственно, на выступление, наверное, как и в прошлый раз, до 7 минут, да? Не больше. Ну, вопросы и ответы на вопросы там уже, я думаю, естественно, на ряд, чтобы определимся. И так у нас цель, значит, допустить одному участку, закончить. Если все согласны с таким регламентом, то есть предложение начать. Кто из вас с первого выступа? Я думаю, что все-таки Калявина. Константин. Вы не против? Прекрасно. Хорошо, давайте начнем. Петроградский гарнизон действительно, как мне кажется, важный фактор революции. И, собственно, об этом я пытаюсь изложить свою мысль. Что такое, во-первых, Петроградский гарнизон? Да, мы все знаем, идет Первая война в России. Собственно, Петроградский гарнизон является таким... ...частью русской армии, которая готовит пополнение для фронта. Да, соответственно, здесь располагали запасные батальоны гвардейские, а также запасные полки. Да, соответственно, они готовили маршевые роты, отправлявшиеся на фронт. Собственно, численность Петроградского гарнизона – это около 300 тысяч человек в самом городе и в ближайших пригородах. То есть это Гатчино, это Раненбаум, Царское село, некоторые другие места. Да, 300 тысяч человек, которые на самом деле в 1917 году станут такой большой головной болью для временного правительства. Ну и не только для временного правительства, если мы будем развивать ситуацию уже до подписания того самого грецкого мира, то для рабоче-христианского правительства тоже оказалось, что не так-то просто сладить с этим количеством людей, и не нужно было что-то с ними сделать. О причинах того, какие настроения складываются в Петроградском гарнизоне накануне февральских событий 1917 года. На самом деле, если мы говорим о положении нижних чинов русской армии, то особенно в запасных воинских частях, то мы можем увидеть довольно плачевное положение. Можно сказать, что русские солдаты занимали такое низшее положение в обществе. Как это проявлялось? Да, это было совершенно официально, согласно уставу внутренней службы. Солдаты не имели права курить на улицах, посещать публичные заведения, театры, лекции, цирки. Более того, в период Первой мировой войны были запрещены посещения парков и садов, поскольку был такой специальный пункт, что солдаты не посещают места, где, возможно, продают алкоголь. Соответственно, поскольку в парках тоже это могло было происходить, поэтому для этого тоже было закрыто. Вот эта знаменитая надпись с собаками и нижняя чина воспрещена, это вот об этом. Кроме того, нижним чинам было запрещено ездить внутри трамваев, и можно было либо висеть на подножке, либо ездить на платформе. То есть тоже такое мелочное ограничение. Это формальное ограничение. Существовали и неформальные. Их тоже было огромное количество. Их можно встретить в различных мемуарах о том, что солдатам нельзя было ходить по тротуару, гулять с дамами и так далее и тому подобное. Довольно большое количество ограничений. Если мы говорим о размещении нижних чинов, по крайней мере, в Петроградском гарнизоне, то мы можем увидеть довольно тоже плачевную ситуацию. Прежде всего, именно с размером этого самого гарнизона. На весну 1917 года намечалось масштабное наступление на фронте. В связи с этим огромное количество новых пополнений вливалось в запасные воинские части для того, чтобы были резервы для восполнения возможных потерь. Собственно, это сразу приводит к разбуханию запасных воинских частей. И очень часто вот эти вот новые поступающие контингенты для них выделялись в помещениях, не всегда предназначенных в принципе для людей. Это могли быть манежи, могли быть складские помещения. Даже те казармы, которые были отведены для людей, не всегда, собственно, отвечали санитарным, грубо говоря, нормам. Нары в три ряда, не всегда хорошо закрывающиеся. То есть, это все приводило к распространению эпидемиологических заболеваний. ТИФ, довольно популярное заболевание. Именно среди нижних чинов паразиты, опять же, да, в общем ничего хорошего в данном случае не могло быть для, по крайней мере, даже для гвардейских полков, хотя там положение было несколько лучше. Еще таким важным, важной вещью, связанной с положением нижнего чина в Петроградском организоне, является его, по сути, полная правовая зависимость от своего начальника. То есть, можно сказать, что, как таковых норм, ограничивающих поведение начальника, не было. Хотя формально, действительно, с 2015 года появляется специальное распоряжение о том, что все, кто будет замечен в рукоприкладстве, против них введены всякие дисциплинарные взыскания, но уже само по себе это распоряжение говорит о распространении вот таких, как это называется, неуставных отношений по отношению к нижним чинам. Действительно, это тоже имело большое значение, и в данном случае унтер-офицеры и офицеры, в том числе и гвардейские, так или иначе могли им пользоваться. Не обязательно это, конечно, означать, что был такой поваленный мордобой, но само по себе это положение нижних чинов нужно иметь в виду. Итак, да, февральские события, которые возникают в Петрограде, какое-то движение, демонстрации, очень сильно напоминающиеся того, что происходило несколько раньше, в том числе и в период войны в Петрограде, однако с 27 февраля ситуация коренным образом меняется, если мы знаем, в 1905 году. Армия переходит на сторону революции, и это очень важный момент с точки зрения того, как сразу меняется соотношение сил, и как Петроградский генезон быстро переходит на сторону демонстрантов. Здесь очень важный момент заключается в приказе, который был отдан по Петроградскому военному округу, собственно, стрелять в народ. И известные воспоминания Кирпичникова, и о Кирпичникове, на самом деле, где говорится о том, что он обращался к своим сослуживцам по запасному батальону Волынского полка, со словами, что нас призывали, чтобы защищать мирное население, мы должны в него стрелять. Да, собственно, вот это провоцирует выступление сначала учебной команды запасного батальона Волынского полка, потом впоследствии очень быстро к ним присоединяются другие воинские части. Ну, эта история довольно известна. Да, в принципе, вот этот быстрый переход Петроградского генезона на сторону революции фактически предопределяет ее в дальнейшем революции. Серьезного сопротивления значительных частей, которые готовы были поддержать штаб Петроградского военного округа, практически не нашлось. Это около 3000 человек было в распоряжении Хабалова в последние дни 27-28 февраля. Эти отряды очень быстро сокращались. Они были компактно размещены на дворцовой площади, пытались разместиться в Зимнем дворце, потом в Адмиралтействе. Ну, это какое-то бессмысленное ображение, которое ни к чему конкретному, по сути, не привело. Да, вот этот переход, в принципе, обеспечивает победу революции, которая в конечном итоге завершается революцией во всей стране, приход к власти временного правительства. Нужно еще также отметить, что именно авторству делегатов Петроградского гарнизона принадлежит знаменитый приказ номер один, повлиявший на ситуацию во всей стране и на фронте в том числе. Хотя формально, да, вот это распоряжение, которое должно было распространяться исключительно на Петроградский гарнизон. Однако он быстро попадает на фронт, в том числе и с делегатами из Петрограда, становится очень популярным. Популярным документом, грубо говоря, применяется на практике. Да, самый главный пункт вот этого приказа номер один, потому что иногда очень искажается его значение, это, прежде всего, распространение на всех солдат нижних чинов полных гражданских прав. Да, это буквально прямым текстом прописано. Это вот к разговору о таком унизительном положении нижнего чина в русской армии накануне революции. Собственно, делегаты Петроградского гарнизона входят в Петроградский совет, формируют солдатскую секцию. И до июня 1917 года, по сути, именно Петроградский совет определяет политику во всей стране. Это тоже немаловажно. Вот те важнейшие мероприятия в реформах в армии происходят во многом под влиянием делегатов Петроградского гарнизона. Да, там уделяются какие-то группы, уделяется военный отдел, более узкая группа представителей гарнизона. Но, тем не менее, это все-таки здесь есть прямая связь между ситуацией Петрограда, столицы Российской России того времени, и уже ситуацией во всей стране. Так или иначе, вот это вот также оказывало влияние. Да, в июне у нас был выбран в ЦИК, в Российский Центральный Исполнительный Комитет, который сосредоточил локацию в основную власть. Но, тем не менее, скажем так, Петроградский гарнизон как таковой все еще оставался очень важным проблемой, я даже сказал, для ситуации в стране. Прежде всего, да, нужно упомянуть очень важное распоряжение, которое являлось таким компромиссом между двумя властями – Временным правительством и Петроградским советом. Это положение декларации Временного правительства о неразоружении и невыводе тех воинских частей, которые принимали участие в февральском восстании. Да, соответственно, те воинские части, которые уже находятся в Петрограде, их нельзя было расформировать, они становились гвардией революции, они должны были ее защищать в тылу, да, чтобы контрреволюция не вернулась. Однако, уже в апреле эта ситуация серьезно меняется. Прежде всего, в связи с тем, что в Петрограде начинает перебывать большое количество делегатов с фронта, которые требуют пополнения, да, собственно, те пополнения, которые они ждали весной 2017 года. Петроградский совет в этой ситуации становится на сторону, да, этого военного момента и допускает правку пополнений из Петроградского бремезона, но только санкции исполнительного комитета. Да, частично этот вопрос удалось решить, но прежде всего, вот в эти первые месяцы после февральского восстания на фронт отправляются прежде всего добровольцы и новобранцы, да, то есть прежде всего в тылу остаются те, кто, ну, кто назывался так называемым эвакуированным, да, то есть это категория солдат, фронтовиков, которые получили ранения на фронте и вернулись в запасную воинскую часть после излечения и должны были в первых рядах отправляться обратно на фронт. Они считают, что более справедливо, что в первых рядах на фронт будут отправляться те, кто там еще нет, да, собственно, наша революция, да, у нас государство справедливости формируется, да, соответственно, вот в этот момент скорее вот эти вот фронтовики оставались в самом городе. По сути, вот это настроение именно фронтовиков, да, которые уже, что называется, провели кровь за родину, которые не хотели продолжения этой самой войны, повлияли на первый важнейший политический кризис в стране, это апрельский кризис, все прекрасно знают его течение, да, нота Милюкова по отношению к союзникам, где фактически говорится о том, что Россия будет вести войну до победного конца, а не оборонительную войну, как то предлагал Петроградский совет, и, соответственно, это вызывает демонстрации. Зачинщиками демонстрации считается запасной батальон фенляндского полка, и действительно, с него началось вот это движение на Мариинскую площадь, да, к нему подключаются другие воинские части, ну и в конечном итоге это движение приводит к отставке некоторых депутатов, наиболее, ну скажем так, консервативных, что ли, настроенных временного правительства и формирования первого коллекционного правительства во многом из-за требований, которые выдвигали эти самые солдаты на Мариинской площади, да, первым требованием было отставить, ставками любого, да, собственно, это и происходит в конечном итоге. Ну, однако, коллекционное правительство, в которое входят социалисты, ситуацию, как ни странно, не поменял, да, казалось бы, новый военный министр Керенский, да, социалист, популярный политик того времени должен был проводить, скажем так, политику в интересах этого самого населения. Однако не все солдаты считали, что это происходит. Почему? Да, уже почти с первых дней своего нового поста Керенский выбегает идею, проводит его жизнь, подготовка нового наступления на фронте, да, уже пользуясь новой мобилизацией, национальной, да, уже с риторикой республиканской, он призывает солдат, в конечном итоге, по крайней мере, приступить к активным действиям на фронте, да, сначала это напрямую никак не утверждается. Что это означало непосредственно для Керенский выбега? Прежде всего, это все больше растущие требования пополнений на фронт, да, соответственно, нужно было готовиться к наступлению. Второй очень важный момент – это отмена отпусков. Казалось бы, не такой ключевой момент, тем не менее, он оказывал большое влияние на недовольство солдат того времени. Это, прежде всего, было связано с тем, что в основном, естественно, солдаты – это христиане, да, об этом, конечно, было чуть раньше сказать, но вы, я думаю, что это все прекрасно понимают, да, 90% населения России было христианом, соответственно, они составляли основной контингент армии того времени. Соответственно, отпускающие с 1915 года использовались для сельскохозяйственных работ в тылу, да, то есть христиане возвращались буквально в свои деревни, там собирали хлеб, да, к необходимой стороне их собственным семьям, и вот такой порядок был уже заведен довольно длительное время. Ну, понятно, если это было возможно при царизне, то как можно отменять эти сельскохозяйственные работы уже после революции. Соответственно, это тоже вызывало большое недовольство, особенно среди глав больших крестьянских семей. Напомню еще очень важный момент, что в армии находилось население уже от 18 до 43 лет, да, крестьяне 43 лет – это уже, ну, патриарх, да, в своей семье. То есть это действительно во многих случаях семьи буквально оставались без кормительства, соответственно, помочь деревне они также пытались. И, наконец, еще одно распоряжение, данное Киренским, это декларация прав солдата, где были прописаны завоевания революции по отношению к солдатам. Однако не все позиции действительно такого радикального документа понравились в том числе и солдатам Петроградского гарнизона. Наибольшие споры вызвал тезис о том, что в военных условиях офицер имеет право применять оружие против нижних чинов, да, хотя этот вопрос вроде бы не ставился долгое время. Кроме того, и это уже влияние политических партий, деканных партий, тезис о том, что высшее начальство не может быть избираемо своими солдатами, но может быть только назначаемо более высоким начальством. Да, соответственно, это тоже вызывает определенное недовольство. Поскольку эти меры происходили в очень ограниченный период, это май-начало июня 1917 года, вот эти довольно разные контингенты, которые откликались на решения правительства и военного министра в частности, по сути, соединяются в одно. Да, и все это переплетается с таким антиправительственными настроениями, которыми активно взаимодействуют большевики, выдвигая лозунг «Вся власть советом». Да, в общем, вокруг большевиков начинает складываться действительно довольно мощное солдатское движение, по крайней мере, то, что касается этих вопросов, антиправительственное движение. Да, волнения эти становятся особенно напряженными в первом запасном пулеметном полку. Да, что это за воинская часть, к чему это важно? Первый пулеметный полк – это запасная воинская часть, которая снабжала пулеметными командами весь фронт. Да, был еще второй пулеметный полк, но он, по крайней мере, не был дислоцирован в программе. Первый пулеметный полк – это 19 тысяч человек, это, ну, почти бригада, да, огромная воинская часть, кроме того, очень хорошо вооруженная. То есть, это пулеметы, до 400 или 500 пулеметов, по разным оценкам, было вот в этой воинской части. Кроме того, пулеметчики были очень радикально настроены, большевики очень рано с ними стали взаимодействовать. К маю уже на 1-й пулеметный полк оказывали влияние и анархисты с дачи Дурнову, да, это их штаб-квартира, где они расположились довольно недалеко от расположения 1-й пулеметного полка на Уборской стороне. Соответственно, там начинают складываться различные группировки, причем не обязательно разделенные по партийным линиям, да, то есть более радикально, менее радикально, да, это раскалывает большевистскую ячейку 1-го пулеметного полка, да, часть из них настроена на необходимость свержения временного правительства немедленного, часть более умеренно, да, пытаются воздействовать на них. Ну, так или иначе, ситуация с первым пулеметом становится очень напряженной, особенно к июню-июлю 1917 года. Прежде всего, на такую эскалацию ситуации повлияло начало наступления на фронте 18 июня 1917 года, это сразу вызывает взрыв негодований солдат, попытка организации демонстраций. Большевики в этот момент занимают, на самом деле, умеренную позицию, о чем не так часто говорится в историографии. На самом деле, и это было принято во Всероссийской конференции военных организаций большевиков, происходивших в это время, они приняли решение о том, что в ситуации наступления нельзя допустить провала фронта, да, это грозило бы, собственно, их электорат, то есть, можно так сказать, их сторонникам на фронте, да, понятно, буквально, жизнью. Соответственно, они выступили за то, чтобы продолжать пополнение на фронт, отправлять, и это сразу в некоторых войских частях привело к тому, что часть солдат начала от них отходить. По сути, вот это уже независимо от большевиков движения, когда они пытались усмирять солдат, приводит к такой вспышке. Во многом здесь роль сыграли анархисты с дачи Дурналу. В конечном итоге, 3 июля 1917 года происходит июльское выступление. Впереди это выступление вступает именно 1-й пулеметный полк, разославший делегатов. В другие воинские части, да, начинаются демонстрации, стрельба на улицах, определенное количество жертв этого выступления. В конечном итоге, которое, ну, чтобы сократить время, да, не буду подробно о нем останавливаться, заканчивается разгромом. С фронта приходят воинские части в поддержку правительства, да, 1-й пулеметный полк разоружается. И более того, именно это выступление 1-го пулеметного полка и других частей Петроградского гарнизона приводит к возможности временного правительства начать такую борьбу с большевиками. Да, то есть их обвиняют, как все помнят, после июля в связи с Германией, в том, что они являются шпионами, в том, что они воткнули нож в спину наступления на фронте. Да, хотя, конечно, причины поражения вот этого наступления были несколько иные. Но, тем не менее, этим воспользуются. Огромное количество сторонников большевиков в Петроградском гарнизоне арестовано. И, соответственно, ряд важнейших деятелей либо находится в тюрьме, либо скрывается от преследования. Собственно, вот этой ситуацией после июльских дней временное правительство пыталось воспользоваться для того, чтобы вернуть дисциплину в армию, в том числе Петроградский гарнизон. Для того, чтобы это сделать, активно начинается отправка солдат на фронт, от чего они отказываются очень долгое время. Собственно, это, конечно, подается не как такая карательная мера или какая-то другая, но, тем не менее, 20-30% Петроградского гарнизона именно в эти дни отправляются на фронт. Довольно большая цифра, на самом деле, сокращение. По сути, действительно, что удается вот этим мерам и сделать? Это такое уменьшение настроений вот таких радикальных в Петроградском гарнизоне. Довольно значительное количество людей либо арестовано, либо, в принципе, отправлено, именно радикально настроено. Отправлено из Петроградского гарнизона, либо в тыл, куда-то подальше от Петрограда, либо на фронт. Одновременно с этим мы помним, что и такие проправительственно настроенные добровольцы, которые уходили у нас на фронт в первую половину 2017 года, тоже уходят. Да, фактически происходит такая отрицательная селекция. Да, у нас в Петроградском гарнизоне в первую половину 2017 года уходят добровольцы, сторонники правительства. После июля 2017 года выводят оттуда наиболее радикальные элементы, фактически остаются те, кто занимал такую, можно сказать, более пассивную позицию в этой ситуации. По сути, настроение второй половины 2017 года Петроградского гарнизона – это такое, если хотите, нейтральная позиция, пассивное поведение, реактивные действия в эти дни. И даже несмотря на то, что после Корниловского выступления происходит такое впаливение настроений, тем не менее это не означало, что солдаты готовы брать оружие в руки и бороться с своими правительствами. Да, собственно, в тот момент вопрос должен был решаться где-то в парламенте. Происходит перевыбор Петроградского совета, появляется такое распоряжение по отношению к делегатам в совет со стороны солдат, о том, что они должны отчитываться за те мероприятия, которые они проводят, за что они голосуют в этом самом Петроградском совете. Да, и в конечном итоге Петроградский совет, ну, скажем так, начинает руководиться большевиками, хотя по численности политическая партия еще не была превалирующей в Петроградском совете. Тем не менее, да, вот это вот появление масс, появление различных радикальных крыльев партии, намеченников и эсеров, приводит действительно к усилению вот этого леворадикального блока. Здесь появляются и левые эсеры, хотя формально партия будет оформлена несколько позже. В общем, Петроградский совет действительно становится такой вот большевиков, и прежде всего это проявилось в том, что главой Петроградского совета становится Лев Давыдович Троцкий, что опять-таки известно. Да, вот в этой ситуации октябрьских дней, когда уже, по сути, стоит вопрос о отстранении от власти временного правительства, да, мы это знаем про дискуссии в партии, не очень понятно, как это совершить. Часть партии большевиков выступает в этот момент за необходимость отстранения от власти временного правительства путем созыва второго съезда советов, который должен был принять это решение о том, чтобы сформировать однородно-социалистическое правительство, ну или какое-то другое, какое получится, что называется. Да, другая часть выступает за немедленное выступление, за необходимость организации к нечто подобного июльским событиям. В данном случае активную роль в этом пытается играть Ленинг, хотя, конечно, у него рычагов управления. Не так много он находится в бегах, он скрывается от преследования. Соответственно, действительно, он пытается как-то воздействовать на эту ситуацию, и часть партии с ним соглашается. Действительно, в октябрьские дни начинается активная агитация большевиков за необходимость выступления, однако отклика значительного эта агитация не получает. Фактически, настроение пассивное, да, солдаты не готовы с оружием в руках выступать, тем более в преддверии второго съезда советов, которые вроде бы уже официально проразгласили, что там и будет решаться вопрос о власти. Да, вот этот нейтралитет полков у Петроградского организона, такая действительно большая проблема, и очень долгое время Ленин пытался, пытаясь продавливать эту точку зрения, наталкивать пассивность, по крайней мере, солдат в этой ситуации. Да, вроде бы уже настроение даже рабочих есть в правильную сторону, однако солдаты, по крайней мере, в большей части ведут себя пассивно, да, то есть они могут быть использованы в качестве противников возможного восстания. Как раз нейтральная позиция, может быть, даже большевикам в определенном смысле и выгодна, поскольку, по крайней мере, это не активное выступление против, да, возможных событий на улице. В этот момент наиболее важным становится именно то, что Лев Довольевич Троцкий является председателем Петроградского совета и, фактически, сторонником перехода к власти к советам, ну, таким, если не путем восстания, то, по крайней мере, организованных операций. В 9 октября окончательно формируется военно-революционный комитет, который должен был стать таким революционным штабом Петроградского гернизона. Он сразу затачивает значительную власть в свои руки, ему доверяют, он пользуется авторитетом Петроградского совета, который никуда не делался, даже, может быть, усилился после его радикализации. И, соответственно, фактически все воинские части Петроградского гернизона причинены ему. Дальнейшие события до 23, 24, 25 октября фактически являются парадоксальной ситуацией. Даже те полки, в которых большевики не имели значительных ячеек, партийных коллективов, даже те полки, которые вроде бы были настроены против активных выступлений, против правительства, по сути, выполняют приказы военно-революционного комитета. Занятие объектов, снятие постов юнкеров, которые, например, держат мосты и так далее и тому подобное. То есть те воинские части, которые на протяжении 1917 года вообще никак себя не проявляли, как активно действующие силы, начинают выполнять определенные распоряжения по занятию объекта. Именно этим, по сути, объясняется такая велотекущая, велотекущий штурм Зимнего дворца, блокирование временного правительства на дворцовой площади, медленное продвижение сторонников. Активные действия начинаются в основном после прибытия матросов, которые уже более, скажем так, радикально настроены, и которые уже принимают активную часть в штурме Зимнего дворца. Да, уже проникают во дворец и становятся такой важнейшей силой. В данном случае солдаты Минезона в основном выполняли такую функцию охранительную и не готовы были в массе своей выступать в качестве действующей силы радикальной в пользу одной или другой политической партии или политической позиции Временного правительства или Петроградского совета. Собственно, вот в этой ситуации и происходит октябрьское восстание, переход власти от Временного правительства к Временному рабоче-крестьянскому правительству на Втором сезоне Совета. Да, и именно в эти дни Петроградский гарнизон сыграл свою значительную роль, по крайней мере, даже с точки зрения его нейтралитета в этой ситуации. Собственно, именно поэтому, если не вводить нашу историю до марта 2018 года, это является такой серьезным вопросом для обсуждения, как мне кажется. С одной стороны, действительно, вот эта отрицательная селекция, которая происходит в первую половину 2017 года, такое перенапряжение политической борьбы в Петроградском гарнизоне, конечно, способствует радикализации настроений. С другой стороны, эти настроения значительно спадают в конце 2017 года, что создает возможность осуществления такого, по сути, безболезненного и почти бескровного смены власти в октябре 2017 года. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, уложились вы. Ровно полчаса? Даже быстрее. Нет, а вот, мне кажется, быстрее все, меньше полчаса. Пока мы вам даем полчаса, постарайтесь уложиться, а там уже посмотрим в классе. У меня более развернутый доклад, статья, на славах 18 страниц, где много цитатов из Ленина, из Суханова, из других исследователей, и последний пример тоже, в частности, Ярова, Чуракова и западных исследователей и так далее. Я буду заглянуть, конечно, на бумажки, потому что у меня много цифей будет, довольно много. И в частности, цифей, которая в том числе и подтверждает во многом заявленная предыдущая докладчика. Приведу сначала четыре цитаты из Ленина, из работ Ленина. Не будь войны, Россия могла бы прожить годы и даже десятилетия без революции против капиталистов. При войне это объективно невозможно, либо гибель, либо революции. Ленина, полная самая тщина, там 32-й страниц, 31-й. Еще одно. Война не может не вызывать в массах самых бурных чувств, нарушающих обычное состояние сомной психики. И без соответствия с этими новыми бурными чувствами невозможна революционная тактика. О поражении своего правительства в полиалистической войне, в том 26-й, останется, 27-й, 27-й. Следующее. Вооруженное восстание есть особый вид политической борьбы. Ленин, советую постороннего, в том 34-й, останется, 28-й, 28-й. И еще одно очень интересное ситата. В Москве победа обеспечена и воевать некому. В Питере можно выждать. Ленин, 1-го поста, 14-го октября, 18-го года, письмо в ЦК, МК, ПК, членам Совета Питера. Совет в Питере и Москве большевикам, в том 34-й, останется, 31-й. Основной целью данной статьи доклада является прояснение роли городского рабочего класса или промышленного предрядка, как его называли в официальной советской историографии, в событиях 2018 года в Петрограде и Москве. Также уточнение того, что в советской историографии называли авангардной ролью промышленных рабочих в ратикальной смене власти в России в известном событии осени 17-го, начала 18-го года. Одной из целей данной статьи является также доказать правоту или опровергнуть, написанную выше Владимиром Ильичем Лениным. Ну, для начала, пару слов об экономической и политической обстановке на данной событии 25-го октября 1917 года, о чем говорили предыдущие докладчики. Я в каких-то моментах повторю, у них было что-то таковое. Углубление экономического и социально-политического кризиса в стране на фоне проигранной войны, по сути, и продвижения армии Германии. Поражение русских армий в Прибалтике, в Северной Плоте, Юно-Нево-Западном фронте, в июне 17-го года. Ну, я привожу пример, цитат из Корнилова, генерал Корнилова. В телеграмме временно поискуют, это 11-го июля, 17-го года. Армия безумно, что к темных людей бежит. Я заявляю, что Отечество гибнет, а потому, хотя я не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах для сохранения и спасения армии, для ее реорганизации до начала скорой дисциплины, дабы не жертвовать жизнью немногих героев, имеющих право видеть лишние дни, лучшие дни. Сам генерал Корнилов, видимо, себя к этим героям относил. Военные потери России к лету 1917 года, начиная с начала Первого мирового рождения, 7 миллионов человек по-разному, с 7 миллионов. Начиная с марта 1917 года, все официальные сводки дают картину падения и сцеплины в армии и все растущей розни между солдатами, нижними чинами, офицерами. Большинство которых поддержало линию романопременное правительство, и офицеры Мишельцевых в партии на продолжение обойтись до окончательной победы. Я сказал так, партии стилистических, партии более умеренных, между большевиками, левыми сэрами и анархистами. Братания на фронте, колоссальный рост десертирства, из-за армии уклонения от воинской службы. Тоже все известные факты, не буду на них остановиться. О росте десертирства говорят такие данные. Если от начала войны до февральской евро общее количество десертирства составляло 195 130 человек, то в среднем 6300 в месяц. То с марта до августа 2018 года количество десертиров увеличилось в 5 раз. А в период с 15 июня по 1 июля, во время летнего наступления, даже в 6 раз. Это были, так называемые, зарегистрированные десертирства. Ссылки я тут много перекопал, всякая литература. Поражение, фактическое поражение русских армий привело к дальнейшей радикализации массы, к росту популярности большевиков и других языкальных партий групп, в том числе и анархистов. Отмечается рост популярности большевиков в армии и в большом количестве промышленных городов. Завоевание большевиками Совета в более чем 30 городах России, и в основном промышленных. В ряде городов большевики победили даже на выборах в местные думы, Шуя, например. Неудача на фронтах усиливает экономический кризис в стране, который становится тотальным. Опять же, факты некоторых. В середине 17-го года были видны признаки приближения инфляционного взрыва, которые, по дробной степени, до известной степени, были подготовлены с чавшимися тогда изменениями в минимуме гарантированной заработной платы. Его повышения добились основные профсоюзные организации, Патриограде и Москвы. Резко выросший выпуск в 17-18-го года кредитных кредитов без золотого обеспечения. Также у нее свою лепту усиления инфляции. В социальных губернах России за 2 месяца, сентябрь и октябрь, цены выросли на 340%. Новые оценки за труд частично смягчили инфляционный удар. Политический хаос только частично смягчили. Политический хаос и анапты в конце 17-го года резко подкреснули гонку цен и зарплат. Разрыв между ними только частично компенсировался карточной продажей ограниченного количества продуктов по государственным фиксированным ценам. Попытки введения карточной системы были предприняты еще последними царскими правительствами. С весны 17-го года в Москве по карточкам продавали хлеб, сахар, а следы того же года крупную жиры. Различие между карточной и рыночной стоимости важнейших продуктов еще не было велико. Однако оно быстро с каждым месяцем увеличивалось. Остарился процесс натурализации заработной платы в городах. Все эти процессы получили дальнейшее развитие лавинообразное уже после прихода большевиков и левых и серых власти. Рост оградных беспорядков. Самовольный захват помещиков и прочих земель кистьянами принял лавинообразный характер. Реализм нечерноземных военных страны. С этими захватами, то есть элементами черного передела, временное поискому ничего не могло поделать. Несмотря на посылки военных команд, воинских команд и т.д. Отмечен многократный рост забастовок и трудовых конфликтов в крупных городах, прежде всего в Москве и Петрограде. В политический кризис принимаются все более обостренные формы, усиливаются противостояния между основными акторами социально-политической борьбы. Далее идут несколько замечаний и фактов по созыву демократического освещения предпарламента, большевики предпарламента, Суханов. Не буду я зацитировать, я могу тут бесконечно зацитировать. Да, лучше ближе. Большевизация Советов и промышевистские расстояния в армии – часть общей причины и последствий. Предыдущий выступающий говорил уже о большевизации Советов. Акануна на расстоянии и апатии среди масс, включая рабочие массы, солдатские массы. Опять же, вопрос об апатии, который вывелся в том числе в так называемом нефтерлезе. В актеровских событиях. Усиление экономического хаоса в России на фоне наступления германского войс, захват земель-кристианами в массовое действительство армии, фаб-завкомы и промышленных городах. Фаб-завкомы действуют на четверти предприятий страны. По данным критических словаря Русской революции 2014-2021 год. Рост роли фаб-завкомы правами предприятий и начало так называемого рабочего контроля на ограниченном количестве предприятий. Создание Красной Гвардии и ее физическое моральное состояние на коммунии событий октября-ноября. Национальные мероприятия по формированию первых отрядов Красной Гвардии начались в марте-апреле с 19-го года. Там по инициативе фаб-завкомов создавались отряды Красной Гвардии. Так, в Москве, 4 апреля, на заседании Московского комитета РСДРФБ было принято положение о создании Красной Гвардии. Педаграде, 17 апреля, собранием представителей рабочих дружин была адресованная комиссия по формированию рабочей гвардии. 29 апреля газете «Правда» был предполаган проекта РСДРФБ. Кандидаты в Красной Гвардии утверждаются на рекомендации трудовых коллективов, местных советов, профсоюзных комитетов отделения РСДРФБ, РСДРФБ. Единой формы красногвардейцы не имели, несли службу в гражданской одежде, однако им выдавали удостоверяющие документы, красногвардейские значки, либо наруктованные повязки. Вопрос об оплате деятельности красногвардейцев бойцов рабочей милиции решался между рабочими коллективами и владельцами предприятий. Рабочие требовали бы под средним дробностей за часы, затраченные на охрану правопорядка. Предприниматели платить не хотели, боевыми предназвлением предназвлением Красной Гвардии заявлялись десяток взвод дружины или роты батальон или роты под 34 дружины. После июльских антиправительских выполнений красногвардейцы были разумеемы, а красногвардейские отряды расформированы, что было констатировано в частности на 6-м съезде РСДРФБ. Среди современных историков существуют различные точки зрения на состав Красной Гвардии. Если в советское время утверждало, что основной состав Красной Гвардии заключал пристроенный городской рабочий класс, то современной историографии нет единого мнения в отношении состава, а при этом существует абсолютно полярная точка зрения. Вер, Фурсов, историк полагает, со ссылками на определенные источники, что ядром Красной Гвардии стали декластированные элементы. По данным разным источникам, в России к концу 17-го года в Красной Гвардии расчетовалось до 200 тысяч человек. В данной статье докладе разрядляется точка зрения о том, что состав Красной Гвардии был смешанным, но преобладающим элементом ее составили, это 18-го года, и были рабочие промышленные предприятия. Вопрос о наличии декластированных элементов, честно говоря, тем не менее, остается открытым. Дальнейшее обострение ситуации в стране, рост радикализации масс и армии после июльских событий, поражений русских армий, июльских наступлений на северном июль западном фронте, рост сепаратистских настроений на национальных окраинах. Ленин и другие большевистские лидеры после июльских событий. Ленин в конце августа, наконец, под поле, призывает Мишельков в взятие в власти. Честой съезд раздает РПБ, посвящает этому вопросу особое внимание. Ленина осаждают рано и нецелесообразно, сами же пришли. Сентябрь, начало октября 17-го года, настояние в рабочих массах на данные события октябряные для того года. Здесь и мой смысл остаться на авторитет такого света в области истории русской революции, как Мишельков Интернациональный Суханов, Гиммер, который был непосредственным свидетелем и участником событий. Спрашивается, говорит он, готов ли был патербургский полетриатр организован к активному действию, кровавой жертве, так же, как он был готов к восприятию власти Советов со всеми ее благами. Способен ли он был не только принять грозную революцию, но и действительно пойти за набой? Плавал ли он не только ненавистью, но и действительно жажду революционного подвига? Крепко ли было его настроение? На все это отвечают по-разному. Это очень существенно. Не потому существенно, что от этого зависел сход движения. Успех переворота был обеспечен тем, что ему ничто не могло быть противопоставлено. Это мы уже давно знаем, и об этом не будем сбывать. Но состояние масс, с которым предстояло действие, существенно потому, что это перед всем историей определяло характер переворота. На вопрос это отвечали по-разному. И я лично, как свидетель, участник событий, не имею единого ответа. Настояния были разные. Единой была только ненависть к Керенщину, усталость, возглавление, жажда мира, хлеба, земли. Именно в эти недели я больше, чем когда-либо, между редакцией, парламентом, Смольным ходил по заводу и выступал перед массой. Я имел определенное впечатление. Стояние было двойственное, условное. В коллекции существующего положения больше цепеть нельзя. Но надо ли выступать и надо ли пройти через восстание, пройти через восстание, этого никто твердо не знали. Многие хорошо помнили июльские дни. Как бы опять чего не вышло. Я говорю о среднем настоянии среднего массовика. Передавые активно готовы по сертификады были у них достаточным количеством большевиков. Наиболее надежными были рабочие и их красные гвардии. Затем боевой силой были матросы. Хуже были солдаты гарнизона. Боевого материала было достаточно, пишет автор. Но доброкачественный боевой материал был небольшой частью того, что шло тогда за большевиками. Среднее настояние было крепкое большевицкое, но довольно вялое и нетвердое применительное поступление к восстанию. Яров также включает Росполитизацию в политизации масс, однако он же пишет об известной доле пассивности масс, о поведении интереса к политическим событиям, равно как и нежелание участвовать в них на стороне какой-либо партии, которые наметились уже к середине осени 1917 года. В массе своей, за исключением отдельных отрядов рабочих активистов и красноводействий, Петроградский предряд не участвовал в Октябрьском вооруженном восстании. Яров пролетали как политик, политическая психология рабочих Петрограда в 1917-1980. Об этом же свидетельствует Исуханов и протокол о заседании Петроградского комитета РСДПБ в 15-28 октября 1917 года, который достаточно ясно показывает степень апатии среди рабочих масс. Эта же степень апатии во многом подвигла камень в Зиновьево к написанию известного обращения просить проведение вооруженного восстания, опубликованного через газету «Новая жизнь». Самые потрясающие, что в советские годы мы не имели доступа к этим документам. Я учел с 80-х годов, был членом комитета комсомола, пошел как-то в первый отдел, мне было интересно, страшно любопытно, уже перестойку почитать бы. Получил хамский ответ, еще сказали, что будешь еще ходить, и выгонял. Ленин возвращается в Петроград и требует немедленного взятия власти большевиками, возможно, вкореться с частью СССР и других политических чиновников, до проведения второго съезда. Несогласие части большевиков с Лениным, Зиновьев, Каменев, Ногин, Рыков и другие. Это известный факт. Обращение Зиновьев и Каменеве 18-го года, черголет новое взятие, неприятие требований проведения восстания обоснования славы с позиций большевиков в стране и неопределенность положения после возможного взятия власти. Далее выборов в Учредительное Собрание, во многом подтвердили правоту авторов обращения, это уже мое дополнение. Я бы мог зачитать это письмо целиком, но я думаю, не надо. Оно у меня тут есть. Они говорили, что при правенной тактике, Зиновьев и Каменев, мы можем получить третье, а то и большее место в Учредительном Собрании. Наши противники, вынуждены будут уступать им на каждом штабе. Маленький кусочек. Говорилось в этой статье. Вагал состоять в корицу с левым эсерами. 15 октября Каменя был воззвленным председателем СЦИК. Спустя неделю он покинул этот пост, требуя создания статистического правительства с мошенниками и эсерами. Олимпиадский Спарк перед играми, пока большевиков в 17-м году, в 27-м году издание ДНО. Интересная мысль по поводу торопливости Ленина с проведением восстания до 2-го сезда Совета. Высказывает британский историк Орландо Фальджис. Статья «Безобидный пьяница». Очень интересное название. А вы помните, когда он, прикинувшись пьяным на Ленин, остановил патруль, панец Арахья? Арахья был настоящий пьяниц, очень подлинный алкоголик был. И вот, что они не обратили Ленин, они не пошли до Смольного. Орландо Фальджис сделает ревод в конце статьи, что с Ленин, а вот Ленин. Остановили бы они этого пьяного Ленина, не дали ему дойти до Смольного. И тогда бедиша история повернулась бы иначе. Так вот, Фальджис, такой улыбный стратегий. Интересно так. В статье «Безобидный пьянин» в статье «Безобидный пьянин» «Сборник исторически неизбежен». Она в русском переводе есть. Назвав собой с октября и ноября с Москвой годы переворотом, поддержанным меньшинством населения России. Фальджис делает предположение. Своё нетерпение «Онли» направлено к тем, что любое промедление захватом власти даст Керинску возможность организовать репрессивные меры. То есть, как раз дают немцы, правительство переедут в Москву, съесть Советов запретят. Это было, конечно, вздом. Керинский был совершенно не способен на такие решительные действия. И в любом случае, как я заметил, камень в правительстве было беспомощно и не могло бы творить в жизнь какие-либо контрреволюционные намерения. Ленин предвеличил риск активного противодействия в составе Керинского для того, чтобы предать силу своим собственным аргументам в пользу превентивного восстания. Ну и так далее. Звухи эвакуации столицы создали свою роль и так далее. Это укрепило Ленина в убеждении, что началась гражданская война и что пойдет и достается той из воюющих сторон, которая нанесет удар первой. Извините, фраза Наполеона, который очень любил Ленин. «А он сэнгаже, эпи и он вуа». Известно. «Вяжемся, а там посмотрим». Однако желание начать восстание не имеет никакого отношения к военной тактике. Если бы переход в власти совершился согласно голосованию самого съезда, эдукатом почти несомненно стало бы коалиционное правительство, стоящее из всех партий левых, конечно. Большевики могли получить самое большое количество министерских портфелей, если бы их распределили пропорционально. Однако все равно им пришлось бы управлять в партнерстве. По крайней мере, с левым кромом партии эсеров и меньшевиков, а возможно и с этими партиями в целом. Это стало бы громкой политической победой Каменева, который, несомненно, оказался бы центральной фигурой в такой окраине. Под его руководством основной эдраспу принадлежал бы съезду Советов, а не партии. Важны, чтобы были бы новые попытки объединить меньшевиков и меньшевиков. Таким образом, он мог бы остаться не у дел, как и Троцкий. Либо по настоянию меньшевиков эсеров, либо за его собственное нежелание поединок и компромисс с ними. Таким образом, он мог бы рассчитывать лишь на оригинальное левое крыло собственной партии. Вот вам, пожалуйста. И могу еще, но, думаю, времени уже нет. Поэтому, так, ну, после демократического совещания, где возникла зарочная парень к между Лениным и Лещеным президиуму Каменевым относительно оценки деятельности Временной Крытии. Короче, на лицо было расколоство в руководстве большевистской партии сам. По поводу взятия власти до второго съезда. Резко-отисцательная реакция Ленина на обращение Каменевым и Зиновьевым, требование исключения их из ЦК и партии. Ленин называет газету «Новая жизнь» буржуазной. Любит, любил Ильич, вот, что называется, с крепкой словцом вообще. И всякие луки, вот, в «Новая жизнь» у него буржуазная газета, хотя она была лево-мельшевисткой, горький ее финансово поддерживает. Смешанная реакция на призы к Ленинке и у сторонников к восстанию. Опять же, Суханов тут я привожу пример. Опять он отвечает, не на пассивность и так далее, и тому подобное. Даже на призы, сдававшиеся заявления со стороны армии о неприятии вообще восстания, в целом, и так далее, и заклады власти какого-то вооруженного и так далее. До очередного заклада. Такова краткая предыстория событий октября-ноября-северный год. Это была только краткая предыстория. Такова же роль городских рабочих подписываемых событий, прежде всего, в вооруженном восстании, приведеншем к власти группу радикалов-большевиков, первоначальных правительств с левыми сэрами. В данной статье о докладе будет кратко проанализировано событие, связанное с вооруженным восстанием, не только в двух крупнейших городах России, в главном режиме по 2017 году. В участии рабочих промышленных предприятий вооружено в взятии власти в соотношении Красной Гвардии и солдат Петроградского организона в момент захвата власти, численность состав промышленных рабочих в Петрограде Москвы. Я даю довольно подробную численность рабочего класса и состав его в Петрограде, начиная с 1 января 2014 года и до середины 2017 года. Я думаю, что не обязательно об этом подробно говорить. По крайней мере, поизвестно, что Петроград отличался сосредоточением крупных промышленных предприятий и самой большой консультацией промышленных рабочих на этих предприятиях. В Петрограде располагалось 14 крупных промышленных предприятий, на которых доработало 132 тысячи рабочих, что давало повод советской официальной историографии утверждать факт самой высокой концентрации рабочего класса в промышленных странах Европы и Америки того времени. А если, как известно, из специальных советских курсов по истории партии СМАКО, была основной предпосылкой к социалистической революции в случае восстановления революционной ситуации. Время войны состав рабочего класса в Петроградском предприятии в связи с ростом военного производства существенно изменился за счет притока как крестьян, стремившихся к заработкам, так и кустарей и ремесленников. Так и за счет женщин, притока женщин и подростков производства в самом Петрограде и его местности. Процент новых рабочих по отношению к общему количеству работающих достиг 40%. Авторы монографии «Питерские рабочие» и «Великий Октябрь» утверждают, что это значительно изменило мелко ужасное состояние в рабочей среде на фоне усилия, на фоне исторических настроений, преобладавших в рабочей среде до событий, связанных с формированием. Женский труд стал преобладающим в ряде предприятий, даже отраслением стал обрабатывающим отраслением, и только состояла пятую часть всех металлистов Петрограда. В целом, роль женщин, гендерная, скепка, как я пишу, событий в феврале 1972 года достаточно хорошо освещен в советской и российской исторической истории, что подростков в возрасте 15-17 лет, за эти промышленные производства, составило в начале 1972 года 32 тысячи человек, что также создало определенную роль в местных событиях. Около половины нового пополнения рабочих сил на предприятиях составили выходцы из деревень, что тоже факт, я предвожу источники. Еще одним источником пополнения рабочей силы в Треградской предприятиях стали беженцы и выходцы из западных районов Российской империи. В конце 16-го года в городе насчитывалось около 100 тысяч беженцев эвакуированных из районов ведения боевых действий, среди которых было много полицейских рабочих и других специалистов. Процент представителей нерусского происхождения среди рабочих сил Петрограда состоял в начале 16-го года 15,8%, в среди которых ошибное значительное число было представлено финнами, а также поляками. Югнева об этнических аспектах изучения селения интуитационной Петрограды. Советская этнография, 1880-й год, но и разы. События в октябряной обрести в Москве года Петроградзе. В Красной Гвардии в Петроградзе по данным разничеточек, как в 17-го года в рядах Красной Гвардии насчитывалось не менее 20 тысяч человек, с которой в Красной Гвардии предприятие Выборгского района только насчитывалось около 10 тысяч. Честно сказать, по данным выручное исследование сборника Героя Ортебля, биография активных участников подготовки и проведения октябрьского вооруженного в Санкт-Петербурге. В ходе вооруженного состояния были задействованы следующие силы. А вот дальше самое интересное. Солдаты огнеметных химического батальона и Гринадзевского полка взяли под контроль Тучков мост. Им содействовали красногвардейцы Петроградзского и Выборгского района. Занятие вокзала были задействованы солдаты из Майловского полка, 6-го запасного саперного батальона. Учреждения связи были заняты солдатами Кексгольского полка, центральный телеграф и почтам. Матросы заняли в Петроградской телеграфной агентстве. Государственная банка и центральная телефонная инстанция были взяты матросами Гринадзевского экипажа и солдатами Кексгольского полка. Это опять же по данным сборника Петроградский рабочий Великий Октябрь, 1887 года издания. В Петроградском штате утром-днем 25 октября прилил морской десант в составе 5000 человек с двумя взводами трилемьевых орудий. К вечеру 25 октября на Немел стоили 11 боевых кораблей, а на морском канале Блигова линкор «Заря» свобода гораздо более бочным оборудом. Это задавало подавляющее превосходство на силу и временное правительство. Около 20 тысяч солдат матросов Кексгольского грандица и в 19-м часах до 15 октября были готовы к штурму. В 20 октября 18 октября в Петрограде считалось больше 20 тысяч вооруженных бочных бойцов, а в ходе восстания более 30 тысяч. Гарнизон только в пределах городской Чепенции составлял гарнизон 150 тысяч человек, около 90 тысяч пригородов, на Балвхоте было 80 тысяч матросов. Некоторые данные, по частям, выступавшие на Зимний дворец 25 октября. 5 тысяч крестногвардейцев, 7 тысяч, 8 тысяч солдат, 6 тысяч, от 6 до 7 тысяч матросов. Источник исторического ордена Ленингазского военного округа, сборник. Москва-Террия. Посчитайте, да? От 7 до 8 тысяч солдат, 6-7 тысяч матросов и 5 тысяч крестногвардейцев. И то, опять же, вот еще интересные данные Крестногвардейцы. Что касается участия Крестной Гвардии за оплату Зимний дворца, то мнение историков и тех, кто непосредственно участвовал в этой операции, неоднозначно. Так, автор изборника «Петерские рабочие великие» Октябрь, а это и Соболев Геннадий Леонич, это и Смирнов Николай Николаевич, это и Старцев Италий Иванович, на лекции которого я бегал, когда учился в Герцена. Пишут следующее. Не подлежит сомнений, что в военных операциях ночи 25 октября о свое место заняты крестногвардейские отряды. Однако, выявить конкретную роль петроградского крестногвардейства в данном этапе вооруженного состояния весьма оттрубленное состояние источников. Дамы, сохранившиеся в тело производственных источников материалов прессы, как будто говорят только о воинских частях участковых занятий вокзалов. Соответственно, этим описывается данное событие в научной литературе. Вместе с тем, традиция, идущая от научно-популярной литературы кино, всегда помещая диагноз матросами и солдатами названных высших частей и рабочих крестногвардейцев, отправляющихся во все концы города от Смольного, только пешком, но на Брестовиках. В лучшем случае источниками для подобного подтверждения были и воспоминания бывших рабочих крестногвардейцев всех или иных заводов. Указанная монография страница 1662-1663. Автор этой монографии утверждает так, что никаких данных, подтверждающих участие крестногвардейцев в занятии перезимения в отца и других важных пунктов города в ночь на 25 октября пока не обнаружено. Крестногвардейцы, представители Красногвардейцев, Пучиловского завода, завода в выброске страны, тем не менее активно участвовали в боевых действиях и против фенгеров 29 октября. Автор цитируемое издание отмечаю, что Крестногвардейцы вечером 25 октября и в ночь на 25 октября оставались в состоянии боевой готовности, образуя надежный резерв ВРК в случае, если воинские части окажутся недостаточно стойкими. Стоит 463, должно произвести сочинение. И при этом авторы этого же издания делают вывод, что подвиг питерских рабочих, свергнувших власть буржуазного временного поиска, настолько велик, что не нуждается белочный плюк Красония. Однако детальный анализ событий и действий активных участников позволяет сделать несколько иной вывод, а именно тот, что Красная Гвардия играла в прописываемых событиях в скорее вспомогательную роль, а отряды Красной Гвардии составляли своеобразный резерв. Основную роль фамилии октябрьского восстания и педагазии все раз играли части питерского гарнизона, перешедшего на сторону бочевиков левый пассивный фиолетархистов, причем небольшая, меньшая часть питерского гарнизона. Обстановка и события в Москве тоже даю состав рабочего класса, довольно подробный, численность различных отраслях, даже вплоть до чернорабочих. Ударное село бочевиков в Москве, по ее московские рабочие гвази берут действия в Москве как часть ударных села МРК, созданного 25 октября, то есть позже, чем Петербургазия. Приняли участие солдаты Двенцы, солдат 5-й армии Северного фронта в июне 2-го года, принявший большевистскую изоляцию за прекращение военной затем разрушенных и интернированных по приказу военного правительства, затем переведенных из тюрьмы в Латвию в районе Дагровкиллс, в Гвинске так называли, после наступления герассказывающих в тюрьму Бутылку в Москве, затем освобожденная из тюрьмы в сентябре 11-го года. Именно они получили приказ МВРК привык для охранного совета, затем первые, вступившие в бой, в бой с отрядами в Северного фронта на Красной площади. Также солдат 55-го спасло пехотного полка 196-й пехотно-скалковой дружины. Число активно участковших в Москве боях и предприятия красногвардейцев более 300 человек во главе с межреками Порошевым, Добрыними и другими. Степанов, московский рабочий в 19-м году, авторитет федерации в результате с конечной степени в 92-й год. А также Кренкер Дайан «Москворкерс» в 1907-м году в 1981-м году. Непоти данные по другим исследованиям, которые также заслуживают внимания. Накомнение переворота Красной Гвардии в Москве. Начало боя в Красной Гвардии в Москве 10 тысяч человек, революционного солдата было 50 тысяч. Еще можно сделать лимут от того, что Красная Гвардия играла второстепенную роль при сравнении с гарнизоном. Ох, что тут накапливается. Почему это делать? Надо чистить его. В ходе боя в Москву прибыли еще не менее 10 тысяч солдат и Красного Гвардийцев. Недостаток оружия восполнился после 25 октября, когда нашли в Сокольниках 40 тысяч винтовок. Итак, 5 тысяч Красного Гвардийцев в Питере и примерно 2,5 тысячи в Москве. Причем надо понимать, что далеко не все Красного Гвардийцев были рабочими. Еще раз к вопросу о составе Красного Гвардия. Заботия в Москве, как и в Питере, было отмечено выше. Приняли затяжную характер 10 дней уже защищенных боев, приведших многочисленных жертв среди самих участников боев с Алиэкстроном так и среди мирного населения. Что явно не согласуется с связью начать с статьи прогнозом времени о том, что в Москве победа предпоспечена и воевать не некому. И вновь уместно было бы тут еще раз процитировать Суханова, которого я не буду пока цитировать, хотя бы очень бы хотелось и так далее и тому подобное. По существу дела, все-таки процитирую Суханова, переворот совершился в тот момент, когда Петербургский гарнизон, вложенствующий бутериальный опору взят. Такое постановление, как мы знаем, было принято на собрании Петербургского гарнизона 21 октября. Но это такт данной беспременной обстановки имел, можно сказать, абстрактный старатель. Его никто не принял за государственной перевороты. Выводы. Мои. Весь период срочался на сроку до октября ноября можно описывать как период с российского экономического политического социального кризиса, вызванный тяжелым положением России на гранатах первой войны. В России возникла уникальная ситуация, которая продемонстрировала обострение всех противоречий многонационального российского общества. Второй кризис детское ухудшение экономического положения в стране в обеих столице привело к радикализации настроений среди массов селены в целом и гражданских рабочих в частности. Третье в гражданской событии продемонстрировали роль радикально настроенных солдат и матрусов а также участия офицерства низшего звена свержения власти государственного правительства затем временное правительство. Четвертое настроение рабочих масс явно эволюционировало в сторону еще больше радикализации что проявилось в распространении среди рабочих масс крайне левых партий движений первого большевиков а также сырых анархистов. Пятое неспособность приявленных правительств всех его составов справиться с кризисами и его последствиям к падению его первоначальной популярности а также падение популярности советических партий двух более политических течений шестое весь период 17-го года можно также описать большевизацию настроений среди солдат и мизонов раскротированы в обеих нижних городах России а также рост права большевистов в состоянии рабочих масс но при этом все неспособности в состоянии определенного влияния людей политических партий группы прежде всего СССР а также большевики всех течений что особенно проявилось событие после заклада власти большевиками и левыми сценами вооруженных власти которые сыграли определенную роль в захвате власти мишельками левыми сэрами вопрос однако какова была эта роль при одной более внимательной анализе счетом проведенных вышитанов эта роль не была решающей восстание ночью 25 октября таков мой вывод после сравнения соотношениями 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 власти к Тагазии Москвы основной вопрос на который не отказано ответить 14 вывод заключается в ром насколько участие вооруженных рабочих в вооруженном захвате власти совместимо в целом с понятием власти рабочих и диктатурой патериата как диктатуру класса который группа левых радикалов реально пришедших к власти считала своей основной политической опорой или иными словами брал ли реальный у вас вооруженный рабочий класс или его часть или захватывали иные группы населения 15 вывод также поставить проблем вознаграждения диктатуры без пролетариата что делают некоторые истории как российские Яры Чуроков так и зарубежные Карт Дойчер Левен Хоу и другие 16 история других стран так называемого реального социализма демонстрировала сходные примеры захвата власти группы радикалов которые опирались на вооруженную силу как армия и спецорганов силовиков так и определенную группу реализационно-настроенного населения в том числе рабочих промышленных в Чехословакии особенно я бы это провел в 1948 году особенно в Югославии там несколько другая ситуация отчасти Румынии в 1946 году при поддержке советской естественно и другие страны народной демократии так называемые одним из самых ярких последний вывод нет последний в этом году является захват власти группы вооруженных радикалов выходцев из средних слоев населения на Кубе в 1959 году где коммунисты с политической народной партии вообще практически не имеют отношения вооруженные борьбы с крайними опасениями относились к личным движениям 26 июля и последний правомерно также поставите вопрос об отношении между классами слоев населения в целом в странах и обществах где радикализация настроений стягает в позиции особого обострения в результате к власти приходит группа радикалов но не классы спасибо переходим к обсуждению пожалуйста кто желает выступить можно предложить сколько мы передали вопрос Александру Николаевичу и Юрию Валентиновичу может быть логичнее было будем ответить на этот вопрос с тем что в собственном выступлении мы уже не критиковали Константин если докладчики готовы ответить то давайте пожалуйста тогда начнем с вас консультантин хорошо вопрос о том насколько сегодня возможно для армии участвовать в политической борьбе и деятельности в условиях войны значит здесь наиболее важно мне кажется по состоянию армии которая сложилась к 1917 году прежде всего объяснялась грандиозными потерями среди военнослужащих в предыдущий период и прежде всего это бурсовский прорыв как непарадоксально действительно можно говорить о том что к 1917 году людской ресурс российской ИБИ был исчерпан это означает что уже выполнения среди тех категорий которые подлежали воинскую призыву их фактически почти не оставалось очень мало кроме как призыва тех контингентов которые в принципе не призывались нужно понимать что в принципе в Российской империи очень интересно строилась военная служба мне кажется что это принципиально важно более 70% населения Российской империи не подлежалось призыву то есть довольно незначительная часть на самом деле можно сказать проходила военную службу то есть вот эти все резервы в том числе и неподготовленные резервы в 2017 году уже были брошены на фронт уже пострадали вот этой ситуации недостаточное количество и качество было обучение для этих военнослужащих поэтому собственно и сложилась такая ситуация распада и недовольство вот этой ситуации которая происходит то есть фактически отсутствовала вот эта вот грань разделяющая армию и общество и соответственно это и способствовало такому активной политизации в части политической борьбы как мне кажется вот это имеет наибольшее значение если мы говорим о каких-то предпосылках возможных ситуаций вопрос о другом вопрос стоял в том насколько это возможно для армии у которой есть свои социальные функции государства участвовать в антиправительственной борьбе в то время когда территория оккупирована и когда Россия участвует в мировой войне насколько это возможно с точки зрения мы же должны рассуждать с точки зрения сегодняшнего дня с точки зрения сегодняшнего дня мне наверное сложно сказать во-первых потому что я совершенно не знаю ситуацию современной российской армии насколько положение солдат укладывается в то или иное так скажем так ну вообще честно говоря о том насколько это строится насколько взаимоотношения между официальными и солдатами в принципе в армии мирного периода это одно отношение между солдатами и офицерами в войне это совершенно другое особенно с учетом того что архицевский состав тоже может меняться мне кажется что сравнивать мягко скажем приходится если мы разве что можем сравнивать ситуацию мирного периода нашей армии и современной российской армии но это опять-таки две разные армии мне очень сложно в данном случае предлагать какие-то модели поведения особенно с учетом того что сто лет прошло существует не знаю наверное не ответил на вопрос но к сожалению к сожалению значит тогда продвигаемся дальше может быть в ходе дискуссии может быть как-то можно будет поставить этот вопрос более четко значит об ограничении нижних чинов в 2018 году действовали или они существовали по сути действительно приказ номер один изменил ситуацию внутренних внесений внутренней службы действительно растет падение дисциплины солдаты фактически не выполняют свои прямые обязанности они не учатся то есть у них происходит воинское обучение прежде всего поскольку они считают что на фронт они не отправятся у нас война оборонительная авторгарст не должен выводиться плохо есть караулы то есть на самом деле распад дисциплины это действительно то что характеризовало ну скажем так понимание свободы с точки зрения солдат этих прав которые они получили может быть было даже через мир то есть в данном случае скорее происходит обратное то есть я говорил о том что происходит ограничение точнее до революции солдатам было запрещено ездить в трамвай что происходит после 17-го все трамвай забиты солдатами они лезутся мешают всем остальным фактически срывают возможность использования этого вида травм солдатам было запрещено ездить в любых классах призов кроме третьих самого низшего что происходит после 17-го года все вагоны крыши заполняется огромным количеством солдат которые отказываются платить так далее то есть происходит полный переворот солдаты получают то чего у них не было и причем ну как всегда происходит ситуация когда чего-то совершенно верно маятник качается в обратном сторону собственно вот это и происходит в 17-м году кто и как готовил приказ номер один на самом деле история довольно известная это происходит в ночь с 1-го на 2-е марта в Петроградском совете группа делегатов еще до того как появились до того как совет Петроградский совет стал рабочим и солдатским депутатом появляются солдатские представители недовольные распоряжениями Родзянко председателя Временного комитета Государственной Думы к которому он призывал офицеров принять свои части ну собственно как и солдат подчинить своим начальникам да солдаты приходят недовольные они считают что возможно контрреволюция да что так сказать нужно закрепить свои завоевания и в этот момент формируется на стихийно эти делегаты врываются на заседание Петроградского совета требуют слова и фактически все заседание первого марта сводится к осуждению солдатских вопросов ну уже тогда в принципе основные позиции солдатских депутатов были проявлены и они действительно уже тогда на заседании совета уже начинают формулировать свои требования в конечном итоге они сформировали специальную комиссию которая должна была выработать предложение в нее входили ну мягко скажем это не были вполне себе такие представители рядовых солдат да это были унтер-офицеры большая часть самовызованием в том числе и высшим и самое главное это все были так или иначе деятели партии да ну по крайней мере не партии но по крайней мере политический групп да людей с политическим опытом были из них и большевики и социал-демократы да там Садовский Линда знаменитый Боденко да то есть на самом деле весь политический спектр был там представлен это все имена в принципе известно возглавлял эту делегацию представитель Петрограда из полкова Петроградского совета Соколов очень известный собственно мы потом приписывали то что он является автором приказа хотя по многочисленным воспоминаниям да ну это кабинет который находился рядом с заседанием Петроградского совета там было очень много свидетелей происходящего все отмечают одну и ту же картину но почти как у нас круглый стол за ним сидит Суханов о прошу прощения Соколов записывает а ему со всех сторон диктуют да значит вот эти солдаты на всякий момент это действительно коллективное творчество да да действительно так и причем во многом влияние на то творчество это не просто здесь человек они выдумывали что происходит да все-таки основные положения были сформулированы на заседании Петроградского совета 1 марта да грубо говоря там они как-то переосмыслили и здесь такая большая большой скор о том что вроде бы мог быть там пункт о выборности начальства да практика который уже происходил в Петроградском гарнизоне но не очень понятно да на каком этапе на заседании 1 марта вроде бы этот вопрос обсуждался он будет пропадать да есть версии что там тетя Ниссан Соколов потом вычеркнул да но это темная история по крайней мере вот основные положения были сформулированы 1 марта а в ночь с 1 на 2 они записаны на бумагу сверху поставлен заголовок приказ номер 1 и сразу разослан в качестве листовок и с утра на чатном газете собственно уже потом он попал на фронт да уже 2-3 марта так понимали ли солдаты ту ситуацию которая находилась в России в 17-м году ну мне честно говоря сложно сказать вообще кто понимал ситуацию которая происходила в 17-м году собственно это большая проблема в принципе революции 17-го года вот та поляризация общества как мне кажется прежде всего была связана с именно с тем что разные социальные слои разные социальные группы имели очень разные интересы в этой ситуации и во многом вот это отсутствие такого национального единства объясняло собственно отсутствует цель да фактически каждый тянул одеяло сам на себя и в данном случае действительно и солдаты в данном случае выполняли вполне конкретные непосредственно их касающиеся вопросы да вопросы о отпусках вопросы продолжение наступления даже на самом деле в несколько меньшей степени вопрос о земле да кто же волновал но это как бы был не настолько насыщенный вопрос да скорее нужно было закончить войну а уже потом идти там заниматься черным переделом как-то было сказано вот вот в этой связи мне кажется можно говорить о каком-то восприятии ситуации да то есть оно по многому было ограничено вот этими конкретными очень интересными солдат мне попадалось такое интересное источник как-то записки вот почти такие же записки с вопросами одного митинга солдатского так там не очень понятно собственно чей был митинг да кто выступал на этом митинге но там вопросы касались повышения пайка солдатским жёнам да каких-то таких насущных очень вопросов то есть вот скажем так большие политики там вот в этих стремлениях солдат не замечен что-что о чем это свидетельствовало о чем это свидетельствовало ну как минимум о том что большинство населения российского или крестьяне с таким я бы сказал с локальным сознанием отсутствие национального сознания восприятия какого-то большого единства страны и каких-то общих государственных интересов да мне кажется вот эти можно объяснить да то есть какой-то фактически христианский мир был ограничен вот таким небольшим ну максимум уровня уезда пожалуй где хоть какое-то воздействие христианского самоуправления в российской империи существовало как фильм да мы пскопские ну очень близко к этим в принципе да вот такая региональная скорее идентичность нежели такая можно сказать российская есть к этому тенденция уже и в российской империи намечается перед первой мировой войной особенно это стало более остро мобильность которая происходит по отношению к солдатам когда они перемещаются общаются с тверскими и с псковскими это уже меняет ситуацию гражданская война еще больше на это повлияет и в конечном итоге все-таки уже начнется движение в сторону строительства нации но это отдельная история большого вопроса то есть мне кажется вот с этим скорее связана вот эта такая атомизация общества в российской империи до войны до революции которая возникла и возможно предопределила конфликт на ситуацию далее о Кронштадте да и о матросах насколько матросы влияли на эти события значит во-первых Кронштадт не являлся частью Петроградского Бренизона он будет близко но ситуация очень особенная вообще матросы это отдельная такая большая большая тема там были огромное количество специфики да то есть я специально матросами не занимался лишь немного читал у коллег то что они пишут во-первых среди матросов было значительно большее количество образованных людей ну так или иначе хотя бы читать нужно было чтобы уже в такой сложной технике как корабль возможно было иметь какое-то представление кроме того если мы берем базу Балтийского флота то здесь на настроение солдат очень сильно оказывало бездействие этого флота фактически в Финском заливе да в Балтийском море флот не действовал вот эти линкоры огромные превращались в такую плавучую тюрьму с которой собственно не уйти то нельзя плавать да то есть увольнение там дай бог раз в месяц если повезет обычно это вот такое состояние очень близкого какого-то соприкосновения и плюс там на флоте естественно в отсутствии таких активных военных действий потери флотского офицерства было значительно меньше и соответственно здесь было еще более большее количество наиболее ну таких родовитых представителей дворянства то есть вот это вот культурное различие между ними было еще более значительным а кронштадт нужно еще не забывать имеет такую особенность в отличие от всего балтийского флота здесь находились дисциплинарный батальон то есть туда еще и добавляли людей которые скажем негативно себя зарекомендовали в предыдущее время то есть это все приводило к такому просто раскаленной ситуации но поэтому именно здесь в Гельсенфорсе в кронштадте произошли наиболее такие кровавые столкновения некоторое количество офицеров было убито и кстати в Ревеле где флот хоть как-то действовал там как раз подобного рода эксцессов было значительно меньше кровавых событий там поэтому Кронштадт да конечно там определенно он очень важная составляющая вот этих событий 17-го года большевики имели в Кронштадте значительную ячейку и в первое время когда в принципе не очень много ячейок было в Петроградском гарнизоне основными агитаторами среди солдат становились как раз матросы да как раз вот в апрельские в апрельские дни большевики именно с помощью них да как-то пытались взаимодействовать да потому что солдат он не будет слушать гражданство да а вот матросы еще может послушать соответственно из этого ну и в июльские дни делегация из Кронштадта прибыла тоже постреляли более того именно они как до последнего продолжали ну скажем так вот эти июльские дни они заперлись вместе с пулеметчиками в Петропавловской крепости только после длительных переговоров согласились сдать оружие отправиться на кораблях обратно в Кронштадт за ними еще и оружие было доставлено то есть они еще и договорились более-менее как-то если выйти из этой ситуации ну и про октябрь тоже конечно значительное значительные активные силы являлись именно матросы да причем не нужно забывать еще и о том что последовало за непосредственно совершением временного правительства это так называемый мятеж Керенского-Краснова и там матросы действительно представляли себе отдельный такой отряд значительный который принимал активное участие в этой борьбе да то что конечно значение матросов огромное но все-таки это действительно отдельная история но с Петроградским гранизоном непосредственно не перекликается вопрос о составе партийном составе Петроградского совета Севиля Пахля на самом деле очень хороший вопрос это к разговору о большевизации советов то есть у нас в Советской Стреогате действительно существует такой тезис значит после особенно августовских событий попытки установления военной депутатуры Корниловым происходит большевизация советов и это объяснялось довольно простым таким тезисом о том что происходит переизбрание значит представителей умеренных социалистов СССР и меньшевиков на большевиков однако если мы посмотрим статистику по перевыбору мы видим что да в рабочей секции нечто такое происходит хотя тоже изменение было не очень значительное я к сожалению его на цифре не скажу да то есть нельзя говорить о том что все депутаты были перевыбраны но парадоксальным образом солдатская секция практически не меняется да там единицы были переизбраны что происходит да нет смотрите значит в том-то и дело что как раз среди солдат количество большевиков всегда было не очень высоким ну официальная цифра к октябрю военной организации большевиков насчитывала 5800 человек да это их 400 тысяч организов да то есть так или иначе это всегда были либо беспартийные либо ну даже эти беспартийные они скорее придерживались умеренных взглядов умеренных социалистов после августа происходит радикализация самих настроений да то есть в данном случае вот те самые люди которые голосовали за резолюцию умеренных социалистов начинают поддерживать резолюции большевиков хотя количественные они фактически не изменяются да то есть полные перевыборы торговского совета произойдут уже после октября да вот частичные перевыборы вот в эти дни они не коснулись значительного количества по крайней мере солдатской секции да рабочая секция была значительно переизбрана но не настолько ну не полная то есть можно сказать что большевики начинают верхологить ну да они по сути ну во-первых мне кажется что всегда более правильно употребляют либо большевики их союзники поскольку мы к сожалению очень мало об этом знаем роль левых эссетов да которые составляли естественно большинство представителей солдат да и вот их позиция вот эти в том числе октябрьские дни имеют принципиальное значение да они поддерживают большевиков на определенном этапе да но с другой стороны они как раз сторонники того чтобы брать власть с помощью второго съезда советов а не с помощью выступления и как мне кажется это гипотеза мне к сожалению еще не далось подтверждающих это именно они обеспечили нейтралитет большей части то есть мы не против но мы не и это как раз плавно переходят вопрос о том кто собственно поддержал большевиков левых эссеров анархизов видимо в оттепельских имеется в виду значит непосредственно участие в штурме земли он так называемый принимали кирксгольмский запасной прошу прощения тогда уже кирксгольмский резервный полк и павловский резервный полк чем это объясняется да павловцы конечно вот здесь отличие они действительно там была большая крупная большевистая ячейка они активные сторонники большевиков были на протяжении все 17-го года в отличие от кирксгольмс чем объясняется их участие это две ближайшие воинские части непосредственно к земному дворцу все очень просто далее еще одна была еще ближе батальон преображенского преображенского полка но он как раз занимает в этой ситуации нейтральную позицию это известная ситуация да то есть если мы берем там обозначенный вопрос о взятии мостов да на петроградской стороне мосты контролируют кстати если это правда что в питерске рабочий великий актер такая ошибка это очень печально гренадерский полк и огнеметно-химический батальон это два полка не один просто у них комиссат был один или инженевский он известный большевик вот собственно они шахматисты недалеко измайловский измайловский проспект до него полагают собственно здесь до вокзала все прекрасно знают только подать их и занимают то есть активный такой вот как очень часто в фильмах это представляет развернутые знамена какие-то агитаторы выступают куда-то идут на самом деле вероятно этой ситуации не было скорее было просто распоряжение в РК выезжает комиссар гарантирует выполнение этого приказа далее гарантирует не выполнение приказа торгальского военного округа в этой ситуации далее собственно объекты занимаются караул меняется собственно Суханов кстати об этом писал что октябрьские события напоминают семену караулов мне кажется это тоже такой хороший образ то есть фактически одна вонос не ходит и не ходит без каких-то каравалств ну почти без каравалств на юге я думаю ответил что в данном случае если брать какие-то именно активные мунистские части которые принимают участие то здесь непосредственно штурм это кекс-гольмцы и палубцы причем кстати на казармах бывших казармах иконогвардейского полка висит как раз мемориальная табличка о участии кекс-гольмцев в штурме земля значит следующий вопрос об ударниках Абуховского завода на самом деле очень хороший вопрос очень интересна сама эта ситуация с вот этим батальоном если я правильно понимаю он был как раз накануне октябрьских событий выведен в программе на фронт частично вот вы видите даже лучше знаете на самом деле очень хочу им заняться подробнее узнать эту ситуацию действительно мне кажется что это такой принцип принципиальный вопрос мы очень много знаем про Красную Городию существовали и действительно рабочие которые придерживались взглядов умеренных социалистов даже готовы были сформировать добровольческие части рабочих опять что было понятно всем рабочие пока не оборонных предприятий не призывались в армию соответственно вот этот ресурс национальной мобилизации 17-го года черпался в основном за счет тех категорий которые не принимали участие в войне в принципе не должны быть это женский батальон знаменитый понятно женщины призывались национальные части используем этих национальных составляющих и народ в армию не призывались но в 17-м году я тоже становлюсь таким обвальным событием мусульманские полки еврейские полки польские украинские белорусские и рабочие первые такие батальоны и эта история мне очень интересна но пока к сожалению вам не могу ничего сказать собственно как и про второй завод о нем не даже известно совершенно так что тут к сожалению никак не смогу ничего не ответить видимо все не заинтересно долго спасибо еще более озвучиво потому что тут что-то так не выслушивая но хорошо это все вопрос силу нет как вы оцениваете можно этим очевидением успехи октябрьскую переворот спасибо ответ пожалуйста оцениваю я высоко продвигаю так и русского тоже потому что частично я на него ответил уже в процессе твоего доклада цитата из статьи безобидный пьяница орланда файлеса британского историка он пишет что если пленин не дошел тогда пленин претворившись пьяным это восстановление макера вместе с Энерахи не дошел до смольного то по всей вероятности история повернулась бы иначе то есть вы согласны я согласен с тем что ленин сыграл колоссальную роль в том что вооруженное восстание произошло до второго света проведения второго света это колоссальная конечно с его стороны заслуга заслуга для большевистской партии тактические выгол не моря вопрос другой стратегии выгол другой вопрос более глобальный я считаю что роль Ленина и Троцкого события Октябрьского переворота была огромной другой как мерить эту роль какими измерительными это уже другой вопрос об этом можно говорить первое в чем была причина разве вы очень много живописали о том насколько велика была разруха хозяйственная разруха и мой вопрос состоит в чем в чем же была причина именно такого состояния именно в период с февраля по октябрь 1917 в чем состояла причина социально-экономичного первое было общее состояние российской экономики российского общества и российские промышленности не тянуло ну если только одних автомобилей производили несколько десятков в Латвии в Руссо-Балтии в Латвии в Америке авиационные ответы покупали и французы и так далее их не было практически не производила российская промышленность танк тоже не производила и так далее общей слабостью российской промышленности, российской экономики, архаичностью российского общества и, естественно, колоссальным ударом, который нанесла война, военные действия по российскому обществу и по российской промышленности. Россия не выдержала испытания войны. — Я прошу прощения, но я спросила, в чем была причина именно такого состояния и именно с февраля по октябрь 17-го. — Также колоссальную роль сыграла общая деморализация армии и радикализация нежелания огромных масс-солдат воевать. — Все понятно. — А также радикализация рабочих масс. — Ну и прочие причины, в частности, усиление синхронизма национального и так далее. — Все вопросы? — Нет. — У меня все остальные связаны с тем, потому что я, честно говоря, не очень надеялась, что Юрий Валентинович ответил. — А я взял? — Нет, вы именно ответили так, как я считаю нужным, отвечать нельзя. — А все остальные вопросы связаны именно в развитии этого. — Как вы сами лично оцениваете именно такое, а не иное развитие событий? — Произошла смена власти, кто-то пришел к власти, кто-то что-то делал в правительстве, в Советах. — Как вы сами оцениваете эту ситуацию? — В чем состояла причина именно такого развития событий? — Не в том, что у нас 10 самолетов выпускалось в год или вообще в 10 лет. — По какой-то другой причине события развивались именно таким образом, а не иным. — Почему была такая логика событий? — Логика событий диктовалась положением России, ролью России и результатами участия России в Первой мировой войне. Вот, собственно говоря, чем я еще могу объяснить. Ну, естественно, радикализация масс. Радикализация масс в пользу большевиков и других крайне левых течений. Что еще? Что вы хотите от меня? Вы хотите сказать, что была революция или что это такое? — Да я задам свой вопрос. Я посоверяю, я умею формулировать вопрос. Значит, логика событий в России диктовалась ее объективными положениями российской армии, де-факто ее поражением в этой войне. Она не выдержала испытания в Первой мировой войне. Она не выдержала испытания нагрузок военных. Ее экономика, ее промышленность, ее транспорт. И плюсом изобилизации нежелания огромных масс воевать, собственно говоря. — Еще вопрос есть там? — Есть. — Есть вопрос? — Если вы спросите меня, была ли это революция? Была ли это революция? — Я сама задам вам этот вопрос. — Ты был вооруженный переворот? — Пожалуйста, какие вопросы еще выступили? — Все, пока больше ничего. — Тогда переходим к обсуждению. Пожалуйста, кто желает выступить? — Нет желающих? — Нет желающих? — Ну давайте попробуем я. — Пожалуйста. — Позвольте себе кепочку для большего эпатажа. Как мне говорят, красная звезда. Буду подглядывать. У меня основные тезисы написаны. Выступление мое будет, возможно, немного не по теме. Хотя, тем не менее, оно относится напрямую к движущим силам революции и тябрьской и других, которые происходили в истории. Так сложилось, что я не историк. У меня нет какого-то профильного образования. И вообще, я бы сказал, что я крайне образован. Но я являюсь представителем как раз класса угнетателей. И все вот такие вот встречи, все заседания, все сборы по теме левого движения я рассматриваю исключительно с точки зрения прикладного момента. И, к сожалению, в большом, я ничего деятельного не могу видеть, куда бы я ни пошел, с кем бы я ни общался, чего бы ни видел. То есть вы все крайне образованные люди. У вас у всех крайне большой исторический базис. Но, как такового, того, к чему вы ведете, я ее еще не могу понять. Вот. И вот один из стейсов, по которым я хотел выступить, это стагнация левого движения в России и в странах высшего СССР. Как ни прискорбно, но мне придется сказать, что даже, допустим, в США, в Европе, в странах насквозь капиталистических, левое движение намного более активное и деятельное, чем у нас. Да, оно используется зачастую, как в недавних беспорядках во Франции, используется буржуазными силами, но, тем не менее, оно есть. Оно привлекает в себя все больше и больше массы народу и, что самое главное, молодых людей, как раз для которых, на мой взгляд, является основной движущей силы любой революции. Потому что именно молодые люди, у которых впереди вся жизнь, они смотрят на эту жизнь в плане перспектив, которые они представляют. Именно они готовы бороться за свое светлое будущее. Это что касается стагнации левого движения. У нас же, я вижу, только сбор людей с крайне высоких степеней образованности, которые изо дня в день, из года в год друг другу пересказывают и так известные всем им факты, данные, цифры, ссылки на источники, все это все прекрасно знают. Но это надо внести в массу. Так как вы являетесь как раз такими людьми, которые способны пропагандировать эти левые идеи, которые способны эти левые идеи обосновать грамотно и научно. Потому что сказать, что капитализм – это плохо, а коммунизм – хорошо, могу и я. Но это надо объяснить людям, почему так и почему не иначе. Далее, что я хотел бы сказать. Если обратиться к опыту левых движений прошлого века, которые, собственно говоря, вы и обсуждаете, которые нас всех больше всего интересуют. У них у всех было одно преимущество над нами – это достаточно серьезное вливание капитала со стороны буржуазии. Потому что в то время невозможно было распространять левые идеи без печати, без выпуска газет, книг и других средств массовой информации. Сейчас же средства массовой информации стали бесплатными и покрывают колоссальное количество народа. То есть, грубо говоря, у нас, наверное, нет людей, которые не находятся в сфере влияния СМИ через интернет, через телевизор, даже через газеты. Сейчас все это вы можете делать без помощи Фридриха и Месса и других игруных фабриканов. И я хотел бы призвать у всех, в первую очередь, не создавать местечковые собрания. Пытаться на широкую публику свои взгляды, свои знания распространять. Ну вот, если вы нам предоставите такую возможность с массами связаться, с молодежью, то мы с удовольствием и не встретимся. Я со своей стороны, со своей стороны, буду сделать все, что в моих силах, то есть Месса и Месса. Замечательно. Но, насколько я неизвестно, у клуба Клива есть группа ВКонтакте. А ВКонтакте – это все-таки миллионы пользователей. В большинстве своем это молодежь. Более того, та же платформа YouTube. На прошлом заседании здесь присутствовал уважаемый Владимир Соловейчик, который, на мой взгляд, обладает колоссальным багажом знаний. Но я не видел нигде, кроме, допустим, телеканала «Лен.ру» на YouTube. И что у этого канала 34 тысячи просмотров на ролики и смотрят одни и те же люди. Никакого притока свежей крови, молодой крови, который, собственно говоря, и делает все изменения в мире, мы не видим. Соответственно, я хотел бы призвать у всех, пытаться все свои знания распространять именно на молодую аудиторию. Мне кажется, этого места критическое замечание. И я думаю, мы тогда с вами в рабочем порядке обсудим это все. Потому что у нас сегодня немножко такая ситуация, что мы обсуждаем исторические аспект проблемы. Мы понимаем вашу боль, но мы сейчас не можем вынести на повестку дня данную проблему. Вы согласны с этим? Да, я с вами полностью согласен, именно что касается исторического аспекта, я бы так же хотел высказать. Вот вы обсуждаете, движущей силой революции был рабочий класс или представителей вооруженных сил, то есть армии. Движущим классом революции является народ, внеизвестности от того, чем он занимается, в каком классе он принятлежит. Так как крестьянина, ведь в принципе можно назвать крестьянином вооружении любого крестьянина в то время. Каждый человек хочет жить как человек, каждый человек хочет получать свободное состояние. Смотреть надо именно на то, что простому человеку ему не интересно светлое будущее, ему не интересны какие-то светлые высокодуховные позывы. Простой человек, он хочет здесь и сейчас, чтобы он получил здесь и сейчас достойный уровень жизни, достойное качество жизни. Именно поэтому сейчас в нашей стране абсолютно нет эволюционной ситуации, несмотря на то, куда мы двигаемся, с какой скоростью мы двигаемся. Несмотря на то, что ситуация в современной России намного много повторяет ситуацию в Российской империи на момент 2017 года. Что бы я хотел сказать? Основная мысль, в общем, она понятна. Как вас зовут? Станислав. Станислав, очень приятно. Вообще, большое вам спасибо. Меня, как профсоюзного тренера, меня дает, кстати, от таких выступлений, хотя вы очень спокойно это говорите. Но, в общем, боль-то действительно она понятна. Но, вы понимаете, вы говорите, вот кажется, что сейчас тоже, что там перед революцией было, или кто-то считает в конце 19 века, кто-то считает перед перестройкой, что уже сейчас может начаться перестройка вторая. Слушайте, мы нифига не понимаем, что тогда было. И как мы можем выстроить какие-то параллели, и как мы можем спрогнозировать то, что, и понять то, что сейчас происходит, если не понимаем, что было. Мы сейчас вот этим занимаемся, и вы напрасно думаете, что мы все знаем, мы эти цифры повторяем. Мы не понимаем в том пределах. Мы обсуждаем, у нас есть разные точки зрения. Мы, кстати, только начали сейчас вот это делать в рамках КЛИО. И я вам скажу, что, ну, пока тут очень плохо все, вот на мой взгляд. Вот реально плохо. Нужно разбирать это. Это первое. Нужно обязательно приглашать новых ребят. И нужно помимо заседаний, да, заниматься тоже какими-то практическими вопросами. Народ идти. Это просто необходимо. Но не думайте, что мы тут сейчас вот сели как кадеты в семнадцатом году, а вы к нам пришли и сказали, что вон там на улицу надо идти. Нет, сейчас не семнадцатый далеко, и я думаю, ой, как еще. Нескоро. Сначала надо разобраться. Ну и какой-то практикой заниматься, да. Сейчас такое время, крестные ходы привлекают более ста тысяч человек. Ну, тогда тоже они. Украинская масса идут добровольно. А про союзные митинги 600 человек и 2,2 выбирают. Я понимал очень. Давайте перейдем все-таки. Спасибо. Если выступить. Значит, пожалуйста, по теме, значит, по теме, значит, сегодняшнего заседания я хотел бы выступить. А, Татьяна Владимировна. Не выступить, а подумай. Значит, мое выступление будет скорее не историческим, а теоретическим. Но связано с тем, что часто в спорах, в обсуждениях проблематики семнадцатого года встает проблема законности и легитимности. Вот. Дело в том, что в политологии существуют два понятия, которые описывают вообще ситуацию, которая сложилась в семнадцатом году. Это, значит, законность власти и легитимность власти. Некоторые считают, что это синонимы. На самом деле это не так. Ну, что такое законность? Значит, законность это соответствие юридической процедуры, которая существовала на момент какого-то события. То есть есть преемственность согласно правовых актов или нет этого. А легитимность власти это мнение народа о том, законна ли власть, достойна ли она осуществлять свои полномочия или нет. То есть вот как народ считает. Причем существуют две формы этой самой легитимности. Та легитимность, которая подтверждается на выборах и та легитимность, которая подтверждается другими политическими действиями или бездействиями. То есть народ соглашается с этим или не соглашается с этим. Ну и соответственно существует всегда столкновение в такие критические ситуации, особенно когда был в семнадцатом году, столкновение двух типов правосознания. Ну я бы назвал так, это, ну революционное правосознание это уже термин известный, а ему противостоит какой? Ну скажем так, консервативное правосознание. В чем их разница? Дело в том, что консервативное правосознание, оно опирается на законность. То есть оно апеллирует к чему? К тому, что все должно быть по процедуре. А правовое сознание, соответственно, отказывается от этой законности, от преемственности к этой законности. И оно утверждает, что оно лидируется на что? На легитимность. То есть главная здесь ситуация, что думает народ. Что правильно, а что не. Какая власть правильная, а какая не. И получается, что новая легитимность создает новую законность. И вот если мы посмотрим на события, которые происходили в семнадцатом году, то что мы здесь видим? Мы видим, что законность, старая законность рухнула. И после этого в стране, по сути дела, ни одна власть не была законной. То есть ни Временный комитет Государственной Думы, ни Петроградский совет, ни Временное правительство. Ничего это не было законно. Но все это было периодически легитимно. То есть Временное правительство, Петроградский совет, они что? Они оказались легитимны. То есть по факту народ принял эту власть. То есть если он не выступил против нее, народ принял ее. И вот из всех ветвей власти или органов власти, самым легитимным, или по-другому можно сказать, самым авторитетным был Петроградский совет. Ну а дальше вообще вся система советов. И вот если исходить вот из этой логики, то что получается? Получается, что все, что выступал, все какие-то органы или какие-то политические действия, которые были против самого легитимного органа, они рассматривались населением как незаконные, как враждебные. И что получилось? Получилось так, что когда действительно верховодец, как я сказал, когда верховодец стали в советах большевики и их союзники, то и население, оно автоматически как бы по инерции стало рассматривать противников советов, оно стало рассматривать как врагов. То есть именно доверие к Петроградскому совету и обусловило совершение действий, которые произошли в октябре 17-го года. И поэтому, когда вот, скажем, я читал доклад, разосланный Юрием Симоновым, и он там говорит, что вот там не было кворума, да, вот на съезде советов, значит, по сути две трети не было, да, то есть большинство было, но две трети не было. Была сложная и очень темная история. Да. Но вот именно здесь-то как раз такие вот процедурные вопросы не решают, по большому счету, никакую роль они не значат. Вот по временам таких вот событий, когда выстраивается, выстраивается новая законность. Когда она выстраивается, никакой роли здесь не играет. Вот когда она установится, когда все уже, противники все разбиты, тогда вновь пришедшая власть становится, что консервативна. Она выстраивает свои цепочки законностей, юридический аспект, шаг вправо, шаг влево. Это присуще всем системам власти. Именно вот, мне кажется, именно с этой логики, на мой взгляд, значит, очень эффективно рассматривается. То есть это некий как бы инструментарий, да, методология рассмотрения всех вот событий, которые произошли в 1917 году. Ну и по докладу. Мне показалось, что все-таки вот выступление Юлия Симона, оно носило несколько противоречивый характер. Почему? Потому что, ну, когда я читал весь доклад перед этим, мне показалось, что фактура, которую он приводил, она часто не соответствовала тем выводам, которые он из нее делал. Какие выводы он сам делал. Вот, сделал глобальные выводы, да. Ну, мне такое показалось, что доклад, ну, не совсем что-то причесанный, что ли. Так я его списал за два дня практически, да. Вот. Ну и один очень важный такой аспект, когда, самый последний вывод, самый ваш последний вывод о том, что тоже пришел к власти, тоже пришел к власти, значит, радикалов, группа радикалов или класс. А вы не задумывались, что класс может прийти через деятельность группы радикалов? Это, опять же, вопрос о легитимности. То есть, если не всегда какие-то события связаны с тем, что толпа выходит огромная, тысячная, многотысячная на улице. Да даже если взять, мы возьмем февральские события, февральский переворот, то что мы там видим? Ну, да, вышли в Петрограде люди, огромные толпы, но ведь вся-то Россия не вышла. И тогда мы можем тоже так сказать, ну, вот не вышла же вся Россия, значит, большинство и не было тогда за эти события. Тогда что же мы тогда говорим? По-хорошему вопросу, русский буржан за эволюцией в Париж вышел. Да, а вся фраза-то не выходила. По-моему, это слишком формальный подход. Вопрос заключается в том, по факту, народ принял это. То есть, да. А вот это вопрос. Да, это вопрос. Принял ли народ? Ну, если он не выступил активно против нас, значит, он принял. Раз вот вместе че. Понимаете? Принял что? Приход большой вопрос. Да. Под дальнейшее событие 18-го года. Говорят о том, что основная вас население не приняла. Это не вопрос. Пожалуйста. Кто? Кто? А, Владимир Владимирович. Ну, с одной стороны, по оценке докладчиков, очень много фактического материала. Общий недостаток. Общий недостаток. Как отсутствие целей. Непонятно совершенно. То есть, за деревьями не видно лес. И отсюда, понимаете, мне не очень понравилось ваше выступление. Вы мне извините во время выступления. Приводить, значит, цитаты, в том числе указывать страницы. Но это не серьезно. Ваше время принимать окружающих. Статья и доклад разных видов деятельности. Теперь, что значит «непонятно цельно». Ну, известно, что при неправильной стратегии тактические успехи и удачи не играет ни в другую. Если бы решили идти в Париж, а сами отправились в сторону Антарктиды, сколько героизма или глупостей вы бы не проявили, в Париже вам все равно не бывает. Потому что здесь, когда нет стратегии, вот поэтому и интересно. Вот эта стратегия в обоих выступлениях ею даже не пахла. А ведь это является главным. Не просто перечисление, какие полки и все что угодно. На мой взгляд, может быть, я не прав. Цель экономической науки – это не просто перечисление фактов, а это, в конечном итоге, выработка правильных стратегических решений. И вот с этой точки зрения я разочарован докладчиком. Следующее. Что на самом деле происходило в это время в стране? Конечно, страна, военные тяготы, они всегда действительно понижают жизненный уровень. То есть я немножко, чуть-чуть сдвину в сторону экономики. Понижают жизненный уровень. Но, извините меня, во всех воюющих странах жизненный уровень, особенно в Германии, понизился еще раз. Почему здесь произошел взрыв именно, а не в каком-то другом месте? Вопрос. Ответы пока нет. Следующий момент. Значит, понятно совершенно, когда высшие политические партии, значит, это был всеобщий восторг, и начинали выдвигать такие лозунги – свобода, равенство, братство. Значит, эти лозунги, они, конечно, несут очень большую эмоциональную нагрузку и полное отсутствие фактического. То есть, ну что значит свобода? Ну, возьмемся за руки, друзья. Взяли, сейчас стоим, два стоим, год стоим. Что дальше? Программы, к сожалению, ни одной из политических партий не было. А программа эта говорит о чем? Понимаете, что нужно сделать, чтобы повысить, в конечном итоге, самое главное – повысить жизненный уровень населения. Чаяние. Без этого, по сути дела, все программы. Не было такой программы ни у кого. Более того, в России, вообще говоря, и резервов для того, чтобы реализовывать эти программы, на прежних принципах не было. Но известно, что, например, 80% прибыли российских фабрикантов шло в фонд заработной планы. Для сравнения, сейчас меньше 30%. Понимаете? До 80% – это было выше, чем в девятом евро. Ну, я ценю, например, владею, если мы можем с вами сам. Так, с этой точки зрения, естественно, что, например, больше, когда пирог один, и каждый начинает из этого общего пирога тянуть себе больше или меньше. Это не значит, что пирога достанется всем. Поэтому, когда либо вопрос увеличивать пирог, либо делево, понимаете, справедливо. Третьего пути нет просто, если пирог один на точку. Значит, что вот произошло как раз во время революции? Чем, почему победили большевики? Да они практически лозунги выдавали. Вот на фоне вот этого самого, понимаете, идеализма или идиотизма, я не знаю, здесь большая разница между этим явлением. В конечном итоге. Значит, они выдали практически лозунги «Мир – Земля». Потому что, в принципе, вот целью этих лозунгов было именно повышение, понимаете, жизненного уровня населения. А то свобода, понимаете, а как воспринималась неграмотными людьми свобода? Как свобода делает все, что хочет. При этом абсолютное непонимание того, что свобода без обязанностей не бывает и быть не может. Потому что, знаете, как в свое время Барон писал, и виселиц ряд дополняют картину «Свобода, рассвет формирует знаменое собор». Потому что всегда просто лозунги «Свобода» всегда закалчиваются виселицами. Это известный фактор. Поэтому, естественно, на этом фоне большевики победили потому, что у них все-таки программы не было полностью. Но, по крайней мере, какие-то были простые знаменки. Ну а дальше, когда победили большевики, естественно, пошли две линии возникли. Первая – мировая революция. Мы все победили, весь мир. Либо, например, начнем повышать все-таки, устраивать собственную страну. За первый стоял Троцкий, за второй – Сталин. И в конечном итоге то, что победил Сталин, это говорит только о том, что он поставил правильный социальный вопрос. Он начал строить социализм. А социализм – это общество, в котором социальное является общество. Не доходное, как капитализм или прочее, а социальное. Более того, удалось именно сформировать социальное государство. Это очень важно. Спасибо. 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 Я хочу сказать, что после выступления Константина Андреевича, Юрия Валентиновича, у меня в ходе у меня возник вопрос, насколько правомерно, но вообще используем понятие Великой Октябрьской социалистической революции. И вообще была ли в истории нашего государства Великая Октябрьская социалистическая революция? Более того, существуют, может быть, конечно, незрелые, но эти незрелые мысли относительно того, что именно русская революция 1917 года изменила ход мировой истории. Видимо, либо вся последующая история человечества подтверждает, либо, наоборот, отрицает эти положения. Очень интересный доклад Константина Андреевича с приведением редко озвучиваемых фактов. Тем не менее, был недостаточно продуман с точки зрения именно тех вопросов, которые я задала. Потому что сегодня, понимая, какую роль сыграло и принятие приказа номер один, и, простите меня, демократизация в армии. Вот здесь сидят. Вы военные? Я думаю, что они в душе хихикнут. Потому что серьезно обсуждать вопрос демократизации, в который включается выборность органов. Я понимаю, если они решают вопросы, то, так сказать, отягощенные рядом обстоятельства о том, какова должна быть порция для сегодня супа, и какой она будет завтра. Это мне понятно. Но когда рядовым, не офицерскому составу, и даже офицерскому составу, вне решения, которые принимает Министерство обороны, Государственный совет, который отвечает за участие России в Первой мировой войне, когда одна треть ее территории заоккупирована, когда западные районы, наиболее индустриально развитые, оказались в зоне оккупированной, решать вопрос о том, чтобы предоставить солдатам возможность выбирать себе командиров, это просто смешно. Именно поэтому я спросила. Преступно. Это было преступно. Поэтому я и попросила оценить именно с точки зрения того, что происходит в мире. Не сравнить армию сегодняшнюю с армией 17, по определенным параметрам это невозможно сделать, но понимая армию как определенный инструмент государственности, который направлен на необходимость сохранения нации, сохранения суверенитета, на необходимость государства, входить в взаимодействие и соответствовать всем тем международным отношениям, в которых Россия вынуждена была участвовать, это необходимо. И первый вывод, который мы должны были бы сделать, состоял именно в том, что та роль, которую первоначально взяли на себя советы рабочих и солдатских депутатов, они должны были стать одним из приводных элементов того временного правительства, которое было создано. В нашей историографии, к сожалению, слишком большое внимание уделяется политическим различиям, кто входил, социалисты или входили кадеты. Хотя на самом деле, даже с точки зрения идеологической, мировоззренческой, вопрос социалистического переустройства ни у кого не вызывал сомнения. И Струве, и Милюков тоже были социалистами. Другое дело, что в отличие от социалиста Плеханова и Ленина, они видели другой, считали другой путь наиболее приемлемым, исходя из того конкретного положения, о котором я пыталась спросить у вас, Юрий Валентинович. Милюков не Струве никогда не был. Струве был в начале. Да, с понедельника до вторника Струве не был социалистом. А в пятницу и в субботу он таковым не имелся. Он был сначала левым от либерала, потом правым от либерала. У вас есть жесткие критерии. Есть исследования... Юрий Валентинович, я понимаю, что с точки зрения понедельника и вторника мы с вами никогда не договоримся. Милюков тем более не был социалистом. Ну хорошо, не важно. И вот это неумение соотнести, соотнести собственную политику с теми задачами, Владимир Емельянович, в ходе революции выработать с февраля по октябрь программу невозможно. Минимальная программа состояла в том, чтобы решить те насущные задачи, которые бы России позволили бы не распасться и не вступить в еще одну, не в мировую войну, участником которой она являлась с 2014 года, а не развязать еще одну войну гражданскую на территории. И тогда мы говорим о том, что у каждой политической партии должны были бы быть, и общественных организаций должны были бы быть осознаны общенациональные задачи, которые точно так же решали отдельные классовые вопросы и отдельно взятые групповые интересы. А таких организаций в России, общественных, которые были готовы принять участие и помочь и Временному правительству, и Петросоветам, и Советам рабочих золдатских депутатов решать эти национальные вопросы было достаточно. Не хватило времени, потому что созданный экономически в июле 2017 года Совет просто не успел в полной мере включиться в общественную жизнь страны. Но вот те государственные освещания, на которых, по сути дела, была принята минимальная программа того, что позволяла России продолжить участие в Первой мировой войне, не ради реализации тех обещаний, которые были перечислены в опубликованной Милюковом ноте, и не в том заявлении, которое дало Временное правительство союзников. Не в Босфоре и Барданелло была задача России. Ей необходимо было освободить себя и не позволить потерять треть территории, как мы это потеряли в результате заключения пресс-литовского договора. Мы потеряли территорию, мы потеряли промышленно развитые районы. Мы оказались и тогда разбитой нацией. Вот в этом состояли основные задачи. К сожалению, в стране не нашлось политических сил, которые эти задачи могли бы свести воедино и создать единый орган руководства страной. Именно поэтому, потому что Временное правительство и Советы депутатов, постоянно вмешивающиеся в политическую жизнь армия, тоже нарушала нормальные течения социально-политической жизни в стране, привело к тому, что население, 85% которого было нерамотно. О каких социально-философских, политических задачах можно было говорить с крестьянами, которые отказывались идти на фронт ради того, чтобы освободить страну, и вместо этого решали вопросы о повышении войка своим женам. Кстати, вот единственным политиком, оказавшимся способным понять необходимость решения даже малых вопросов, был Георгий Валентинович Плеханов, который участвовал в общенациональной комиссии по разрешению спорных железнодорожников с владельцами железных дорог в России. И вот эта радикализация населения позволила практически большевикам без... ну почти бескромно прийти к власти. Другое дело, что это не спасло партию, которая не захотела опереться официально на те классы, которые обязаны были вместе с левой социалистической партой руководить государством, опереться на тех же самых промышленников, без которых решить стоящие перед Россией вопросы было невозможно. И уж если говорить о социально-политических и мировоззренческих теориях, то ведь мы должны знать, что для того, чтобы приступить к руководству государства, не обязательно себя назвать социалистом или либералом. У нас в правительстве сидят либералы. И... И... Да, они за свободу, они за демократию, они даже за свободу ЛГБТ. Ради Бога. Они не... Только они не знают... Только они не знают... Не знают того, каким образом необходимо руководить... Руководить государством. Это да. Надо поосвещать. Все. Если время закончилось, я хочу... Самое последнее. Большевики, осознав те ошибки, я не устаю повторять это, осознав те ошибки, допущенные ими в семнадцатом году, уже зимой восемнадцатого года начали их исправлять. Пересмотр понимания того, что есть социализм. И что социализм – это не комната, куда можно войти. Это не состояние понедельника-вторника, когда повернул лист, и можно считать, что у тебя уже наступил социализм. Это процесс решения актуальнейших для каждого конкретного государства реальных задач. Сейчас эти задачи уже стоят перед всем человечеством. И нельзя отдельно решить социализм для Франции, России и Зимбабве. Либо все вместе погибнем, либо все вместе решим. Один минуту можно будет... Нет. Один минуту. Нет. Вы бы это вообще не хватили. Во-первых, я должен был подарить... Во-первых, я должен был подарить докладчиков очень, на мой взгляд, очень цельно. И основная мысль, которую я для себя важную вынес из доклада Константина Андреевича, это то, что в этих событиях на стороне большевиков участвовало меньшинство гарнизона. И, собственно, вы показали контекст, историю всего вот этого процесса падения активности гарнизона. И, в общем, получается так. Большевики опирались на меньшинство гарнизона. Раз. Слушаю вас и выношу из тех цифр, что вы приводили, и наблюдений следующее, что меньшинство Красной Гвардии и ничтожное меньшинство пролетариата, потому что на Питер и Москву это 7,5 тысяч человек, красногвардейцев, которые участвовали в боях в Питере и Москве, считать, если только промышленных, рабочих взять, фабрично-заводских, получается это 400 тысяч Питер и 260 Москве. 660 тысяч, из них 77,5 участвуют в боях. Это ничтожное меньшинство рабочего класса участвуют в Октябрьском перевороте. Я задаюсь вопросом. Ну, хорошо. В качестве резерва. Что? В качестве резерва у Казанистана. Да, в качестве резерва. Но тут нужно сказать, что и Временное правительство, командование округа тоже, и Войно-революционный комитет, они рассылали приказы, которым приказывали всем милицией, красногвардейцам, администрации заводов, учреждений и так далее, взять под контроль свои объекты и близлежащие территории. И особенно советская литература и историография этим грешит. Они все вот это, значит, выдавали за исполнение приказа Войно-революционного комитета, хотя если там начинаешь разбираться, оказывается, что ситуация гораздо была сложнее. И поддержка в столицах приказов Войно-революционного комитета была вовсе не такой массовой, как это представляется. Значит, я задаюсь вопросом. Ладно, значит, большевики имели не такую большую поддержку, а какую поддержку имела Временная правительство, например? Что тут для меня является признаком? И, кстати, вот вы тоже говорите в выступлениях, я тоже это слышу, что почти бескромные события. Легко как бы, караул сдан, караул принят, да? Так вот я вам скажу, это не так. На 100% не так. Значит, если мы возьмем события под Питером и в Питере с 25 октября по 1 ноября по 31 октября 2017 года, это 6 дней, 6 суток, то общие потери убитыми и ранеными с обеих сторон по неполным данным это 2100-2500 человек. Вот представьте себе, Москва события с 27 по 2 ноября от полутора до двух тысяч человек убитыми и ранеными. Да и как раз об этом я и говорил. Не мешает. Киев 420, Казань больше сотни, Ташкент 150-200, Псков десятки. Плюс к этому в более мелких стычках и боях там еще несколько сотен где-то в 10 городах и в десятках мест в Донбассе. Это все за 10 дней. Общие потери обеих сторон от 4,5 до 6 тысяч человек. Вот я вам скажу, что я пытался примерно оценить в общем интенсивность потерь в ходе вот этих 10 кровавых дней, которые потрясли Россию. Это в Донбассе самые страшные летние месяцы 2014 года. Вот там примерно ожесточение было такое же. И кстати, ожесточение боев отмечалось там и вокруг Владимирского училища, и под Гатчиной. В целом ряде воспоминаний. Это миф советской историографии, что власть перешла почти бескровно. Это только была первая кровь за 10 дней до 6 тысяч человек. Второй пароксизм гражданской войны начался в декабре, закончился в феврале. Это были десятки тысяч жертв. То есть это была стопроцентная гражданская война. И если эта гражданская война уже началась, то значит большевики получили полноценное сопротивление. И я смотрю, хорошо, значит, действительно, а кто же временное правительство поддерживает в этих событиях, которое мы считаем, ну, оно никому не нужно, его никто не поддерживает. Давайте посмотрим. Значит, число вооруженных защитников в Питере, Москве и других городах больше 100 тысяч человек. И вот в этих боях они, значит, участвуют, пласят за это кровью. Потери тысячами в считанные дни. Ожесточение. В десятках губерний остаются комиссары Временного правительства, несмотря на большевистский переворот. Я посчитал, получается, что за первые две недели с 25 октября по 8 ноября 2017 года большевики провозгласили советскую власть примерно в 40 губерниях из 58 не занятых врагов. Значит, 40 из 58. Может быть, чуть поменьше. Осталось через две недели 22 губерния, где советская власть по-прежнему формально была провозглашена. В остальных большевики вынуждены были или отказаться, или отложить временно провозглашение советской власти. Они пошли на коалиционные всякие органы власти, передали, вернули власть комиссарам губернским, губернским комиссарам временного правительства, как, например, в Тульской губернии. Значит, осталось 22 губернии. Но даже в этих 22 губерниях в целом в ряде мест существовало двоевластия. И самый здесь, конечно, потрясающий пример это Петроград. Вообще-то. Это Петроград. Представьте себе, есть совнарком, который сидит в Смольном, да? Но есть еще подпольное временное правительство, над которым можно смеяться и издеваться. Но декреты временного правительства печатаются в газетах, Государственный банк исполняет финансовые поручения по всей стране временного правительства, декреты временного правительства печатаются в газетах, печатники поддерживают свободу слова и выступают против советской власти, нередко выступая на стороне временного правительства. Дальше бастуют по всей стране сотни тысяч служащих, интеллигенции и часть рабочих. В Питере в первые же два дня переворота постуют 10 тысяч служащих банков, 10 700 почтовиков и телеграфистов, 3 тысячи торгово-промышленных служащих, 20 тысяч конторщиков. А потом присоединяются учителя, врачи, пабличнозаводские служащие и старосты, редакции газет, студенты. Студенты поголовно были, а часть шла в юнкерские дружины, в дружины на стороне комитета спасения революции, деятели культуры. То есть это сотни тысяч людей, и город встает массово на защиту Временного правительства. И если будет нужно, цифры можно будет, это все можно уточнять, и я думаю, это будет только в сторону увеличения все. Потому что, ну, к сожалению, особенно в советский период существовали мифы, которые не спешат современные историки развенчивать. Хотя вот есть хорошая уже, слава богу, новация. Значит, триумфальное шествие советской власти в эти первые 10 дней, в общем-то, под вопросом. Да, это явно успех, 22 губернии. Но в большинстве страны власть остается либо за Временным правительством, либо за однородным социалистическим правительством, за коалиционными властями, которые были сформированы, и в том числе с участием большевиков. А вот что это такое однородное социалистическое правительство? Значит, была идея, и она родилась до октября 1917 года, что так как Временное правительство пользуется недостаточной поддержкой народа, и, кстати, во Временном правительстве сами министры предлагали советам взять власть. Это из воспоминаний Царицель, руководителя первого ЦИК, очень хорошо он показывает картину, что сами же министры говорили, ну мы недостаточно авторитетны, ну возьмите вы власть, ну пусть это будет реально ответственная власть. Нет, советы не хотели. Почему? Потому что меньшевистское эсеровское руководство считало, что брать на себя ответственность это очень вредно для советов, для представительных органов. Пусть будет правительство. И таким образом идея большевиков о том, чтобы советы взяли власть, это не большевистская идея, опять же, она взята из вот той обстановки, которая тогда в стране существовала. Когда начались бои между Временным правительством и большевиками, то социалисты выдвинули другую идею. Однородное социалистическое правительство, ответственное перед советами. То есть это коалиция, опять же, властей. Как отременное правительство было результатом коалиции разных слоев общества, так же была идея вот этого однородного социалистического правительства. Кто ее поддержал? Первым, кто ее поддержал, был ВИГЖЕ. Это исполнительный орган Всероссийского железнодорожного союза. Крупнейшего в России профсоюза, который в сентябре за 30 дней вот этих событий организовал крупнейшую в истории России за 83 года. С 906 по 89 забастовку. 600 тысяч человек. То есть это организация, доказавшая просто вот на пальцах и на днях свою способность мобилизовать сотни тысяч человек. И когда они потребовали, чтобы большевики пришли к соглашению с противоборствующей стороной, то пригрозили забастовкой, если будет проложаться гражданская война. И в десятках мест она прекратилась под давлением железнодорожников, которые начали эту забастовку. Даже Москва не получала до 2 ноября, не получала военных подкреплений, потому что была полная блокада железнодорожников. И это воспоминания прекрасно, четко все это подтверждают, всю вот эту историю. Короче, десятки и сотни советов рабочих солдатских и корресенских депутатов были за однородное статистическое правительство. Огромные делегации рабочих посещали органы власти, и даже в ходе гражданской войны в Питере они в городскую думу пришли и говорили к черту гражданскую войну повесить Ленина и Чернова, повесить обоих. А потом большевики в Нарском районе выпускают воззвание к большевикам с протестом, Нарский комитет, с протестом против агитации за однородное статистическое правительство среди большевиков. То есть это массовое было настроение. И я обращаю ваше внимание, вот на мой взгляд, вот настоящая массовая поддержка была именно по этой позиции, которая была оболгана как одной стороной, так и второй. Что? Почему же она тогда проиграла? А какой же вывод? Чего так взял? Во-первых, это была мирная поддержка. А это качественная разница. Если есть ружье у одного, то десятерых можно вообще-то заплатить. Владимир Петрович, какой вывод вы делаете? Ни с одним из ваших тезисов не согласиться нельзя. Я, например, не возьмусь. Какой вывод? Вывод какой вы делаете? Я только что обратил ваше внимание. На что? Но так как видно, что в этих событиях в вооруженном противостоянии участвовало меньшинство, причем ничтожное меньшинство населения, армии, рабочих и так далее, то имеет смысл посмотреть, а были ли другие позиции, какова была у них поддержка. Так вот, вот эта поддержка нейтралитета и однородного стратегического правительства была по-настоящему массовой, но мирной. Стоп! Да. Нейтралитета в чем? Перед Россией стоит вопрос. Наладить производство, наладить сражение продуктами, решить вопрос участия или неучастия в войне. В чем можно сохранить нейтралитет? Вы хотите, чтобы я доказал, что я не права? Я, конечно. В чем, наконец, нейтралитет на вскоре? Это я вам честному разговору не предпочитаю. У них свой ответ. Да, да, да. Затем возможности. Я хочу совсем немного. Я хочу сказать, что все-таки здесь самое интересное заключается в следующем. Что, во-первых, надо понимать, что при революции движущие силы не приходят в власть. Если мы будем анализировать это, мы увидим, что те силы, которые делают революцию, не являются, так сказать, как называется... Уполагательной власти. Ну, бенефициарами. Бенефициарами революции. Вот. Поэтому в данной ситуации действительно правильно показано, что революцию, по сути дела, сделала распадающаяся военная машина. Кстати, напряжение, которое есть, она меняет институты внутри военной машины. Вот здесь действительно было сказано, можно ли вообще армию создавать на таких условиях. Ну, для того, чтобы армия решала задачи борьбы с врагом, нельзя. А для того, чтобы она делала революцию, выясняется, что можно. Именно вот те, приказ номер один, по сути дела, создал революционную обстановку и дал фундамент для совершения Октябрьской революции. Кстати, по поводу самой Октябрьской революции сразу хочу сказать, что, как всякая, как великая революция, только будущее покажет, действительно ли она была великой социалистической революцией. Ну, я в этом уверен, потому что это уже экономические вопросы и, наверное, к сегодняшнему заседанию они отношения не имеют. А вот какой важный момент, я бы хотел, надо все время понимать. Потому что вот, когда, например, это вот закроем, у меня выступление по поводу законности и легитимности. Вообще, в принципе, существует теперь институциональный подход, который говорит очень простую вещь, что любой закон исполняется только в том объеме, в каком он гарантирован соответствующим институтам. И, более того, именно институт определяет, не закон определяет действия института, а институт определяет, как исполняется закон. В этом отношении, ну, легитимность это отдельный момент, который используется в правовом, ну, в правовом понимании о том, насколько законы дальше действительно, насколько можно создать институт, то есть насколько хорошо институт будет исполнять соответствующий закон. То есть, когда у вас легитимная власть, как правило, она создает институты, поддерживающие законы, когда у вас нелегитимно, принятые законы исполняются совсем иначе. Это вот современное понятие, кстати, тоже пришло из экономики, потому что в экономике это чрезвычайно важная вещь сейчас, это институциональная экономика. У меня такое подозрение, что это по существу социалистическая экономика будет базироваться именно на ней. А как это преломляется в 17-м году? В 17-м году это преломляется следующим образом, что вот, во-первых, создаются новые институты, ну, например, армейский институт самоуправления. Во-вторых, имел Советы и Временное правительство, законы не исполняются, потому что обеспечить соответствующие институты было невозможно. И, а при этом играет действительно роль то, что, ну, для тех институтов, которые образовывались, проблема решения государственных вопросов чаще всего не стояла. Вот здесь все время идет разговор о государственности. Так вот, по существу начали страйк, после октября стали строиться новые институты. И они, в конце концов, выстроились, и получилось то государство, которое мы знаем как СССР. А какие институты, если не... Что? Какие именно институты более конкретно? Госплан, например. Там много институтов, которые позволили большевикам уже отсутствовать. Давайте не будем уходяться. Я готов ответить на этот вопрос. Я тоже на этот вопрос. Ну все, я на этот вопрос. Хорошо, кто еще желает? Пожалуйста. Чтобы закончить мысль, которую я пропучал, я ее очень поддерживаю по поводу институтов, которые возникли. Советское государство – это система советов, которая опиралась на коллективное представительство. И с 2018 года коллектив, будь то рабочий, будь то армейский, который имел совершенно уникальную структуру, которая, с одной стороны, вбирала в себя очень много архаических каких-то черт крестьянского самоуправления и так далее. С другой стороны, опыт образованной части населения, интеллигенции, революционной, партийной и образованных рабочих. В результате это была основа революции. Тот двигатель, тот паровой котел, который двигал рабочее движение, начиная с первых лет XX века, который уже успел привести к первой русской революции, когда взрыв именно коллективного творчества рабочих наиболее ярко себя проявил. А в 2017 году эти фабрично-заводские комитеты начали формироваться уже в ходе февральской революции, те требования, которые рабочие выставили в феврале, в начале марта 2017 года, они пришли логично к октябрю 2017 года, потому что ничего нового рабочие в своих требованиях не заявили. И многие предприятия, что в Москве, что в Питере, большие, там где сильный коллектив создал прочные основы для организации, прежде всего, фабрично-заводские комитеты с разными системами, которые включают в том числе и рабочую гвардию, и милицию, и товарищеские суды, это все уже в пятом-седьмом году появлялось. Здесь они просто на более сильном уровне все это, на другой основе это возникло и было широко распространено. И те требования, которые были заявлены, то, что Ленин называл рабочим контролем, то, что сами рабочие называли автономной фабричной заводской конституцией, они же их отстаивали. И когда скобелевские законы августа 1917 года попытались отобрать то, что явочным порядком было завоевано в марте-апреле 1917 года, значит, взрыв, который прибыл к октябрю, потому что начали разоружать рабочую милицию, начали запрещать собрание в рабочее время, начали требовать, чтобы не платили рабочим депутатом за выполнение должностей. То же самое и в комитетском классе среди гарнизон. Значит, вот это, соответственно, одна из причин, когда крышку этого котла сорвало. И если обратиться к более общим вопросам, ну, наверное, здесь речь шла у нас как бы с одной стороны о движущих силах, а с другой стороны был и о предпосылках революции, почему она произошла и почему она дошла именно до того этапа, который мы называем социалистической. Ну, я думаю, что если говорить о предпосылках, то надо уходить очень далеко вглубь, по крайней мере, к середине 19-го века, а то и дальше, потому что это очень длительные процессы, которые вот привели к взрыву в 1917 году. И одно, значит, ну, то, что происходило уже там непосредственно перед революцией, это уже как были мелкие детали. Вообще, конечно, существовал большой культурный разрыв и большое противостояние. И лозунг поражения собственного правительства в империалистической войне, он возник не в 1914 году, он возник во времена русско-японской войны. И трудно себе вообще сейчас вот так вот представить, вот сейчас случись какая-то заварушка, и кто-то бы вот сказал, вот давайте, значит, лозунг, вот у нас такое поражение собственного правительства. Сейчас это немыслимо. Значит, в то время этот лозунг интеллигенция выдвигал, и не только революционная, но и либеральная интеллигенция. То есть мы с вами сейчас просто вот, наверное, совсем изменились, и понять вот это довольно трудно. То же самое происходит и среди рабочих. Наш коллега, который с красной звездой уже куда-то вышел, а в принципе можно, конечно, вот сравнивая нынешнее рабочее движение и рабочее движение того времени, конечно, получить массу-массу интересных вопросов, потому что очень много изменилось, рабочие совсем не те стали. И даже трудно себе представить, если бы это был вот тот рабочий, которого мы знали по пятому-семнадцатому году, то не было бы никакого ни девяносто первого, ни девяносто третьего года. Потому что тот рабочий не позволил бы вернуться частному собственнику, не позволил бы поставить в такое унизительное положение всерабочие организации и так далее и тому подобное. Потому что понадобилось вот 70 лет для того, чтобы рабочий изменился настолько, что он принял то, чего рабочий в семнадцатом году принять не мог. Там много, конечно, того, чего трудно нам сейчас понять и то, на что надо, наверное, в изучении этих проблем обращать внимание на совершенно конкретные виды. Почему именно то требовали? А почему? Вот я когда не начинал, до того, как начал заниматься рабочими и рабочим изменениями, даже себе представить не мог, что коллектив, к примеру, может, ну, я думаю, что, как любой профсоюз, он защищает от увольнения. Поэтому главное требование – это не увольнять членов профсоюза или членов коллектива. А вплоть до двадцатых годов одно из самых главных требований любого коллектива и профсоюза было, значит, принимать или не принимать. И могли поставить вопрос, что вот этого не принимать и хоть ты тресни. Вот с какой стать? Ну, там много таких нюансов, которые говорят о том, что рабочие были совершенно другие. Поэтому мне понравился больше доклад Константина Андреевича тем, что более узкая и более конкретная тема, она позволила ему, значит, и на более конкретном материале построить свое сообщение и плюс еще такое вот углозрение, связанное с наблюдениями очень интересными над психологией. Потому что многие события, они не определяются и как-то автоматически не отталкиваются от каких-то там производственных, экономических или других отношений. Это все через человека происходит. И если бы у Константина Андреевича было больше времени, он, наверное, еще порадовал такими же наблюдениями, особенно которые касаются… Да, мы знаем, что книга… Да, которые касаются… Он очень много интересного нашел по вот этим самым солдатским комитетам. Конечно. Да и книга называется его «Солдатский большевист». Которые, собственно говоря, составили, ну, основу вот организации солдатской. И здесь вот у Юрия Валентиновича тоже был очень интересный доклад. И сам подход и удача, может быть, нашего сегодняшнего мероприятия состоит в том, что мы, слава Богу, не обсуждали, кто там главнее был из такой партии. Вот. И то, что… Ну, сейчас это сплошь и рядом, значит, обсуждается. Типа того, что… Одни говорят, большевики вот взяли и все, значит, устроили эту революцию. У кого-то другие представления, других партий. Но реально-то действительно это было… События происходили отчасти стихийно, особенно в феврале. В октябре они были более организованы, и там не требовалось такого количества участников вот для того, что большевики большевики ведь призывали не выходить рабочих и не устраивать забастовок вот в эти дни. Потому что им это было не надо. Потому что организация и совета, военно-революционного комитета и гарнизона была такова, что лишние люди не нужны были. А в феврале же это была всеобщая стачка. Все, я заканчиваю. Ну, я хотел бы сказать, что Вадим Петрович намного более эрудирован в вопросах исторической конкретики, конкретных фактов. Но мне кажется, что диалектика событий была несколько иной, чем тот вывод, который можно сделать, упираясь на те факты, которые интересны по себе, о которых мы не знали. Я хотел бы на двух моментах остановиться. Вот я сегодня был удивлен, что даже Юрий Валентинович отметил выдающуюся роль Лемена в организации «Октябрьского Переворота». Недавно, в «Альтернативах», это второй номер, по-моему, за этот год, профессор Пантик, Юрий Константинович, дал очень интересную статью о Ленине, как политико-философе, как он менял человек, как Вадим Николаевич говорил здесь, что партия не поспевала за ним, большевистская партия не поспевала за ним, как менялись его выводы конкретные по отношению к той конкретной ситуации до действительности, которая менялась непрерывно в ходе 2017 года. Все ждали этого возвращения, что он поддерживает настроение многих, большинстве в партии, что сейчас надо брать курс уже на свержение временного правительства. Нет, ни в коем случае. В принципе, то есть мы должны не поддерживать, но и ни в коем случае не идти. Мы не готовы совет поддерживать. И вот теперь второй вопрос. Двоевластие. Двоевластие – это поразительный момент в истории революции. И это прошло 4 месяца до июльских событий. 4 месяца временное правительство не могло ничего принять без по существу согласия Патриарского Совета. Самое интересное сейчас, что эти элементы двоевластия во многих странах развитого капитализма сейчас проявляются. Вот недавно на семинаре экономическом сделал доклад Котлеров. Замечательный доклад. У вас по мнению с вами дискутировали с ним. Сейчас он даст материал и в «Альтернативы» и в «Коммунисты Ленинграда». Он говорит об островках социализма в сегодняшнем капиталистическом мире. А я тогда отметил, что существует остров, в котором выжато все, что можно из буржуальной демократии. Это остров Исландия. Вот там двоевластие постоянно. Начиная с 11-го года. Просто ничего не может сделать парламент, правительство, без согласия всего населения страны. Оно все у компьютера. В любой момент, любой человек себе не может сказать. И все связаны друг с другом. Такого не было никогда. У них нет армии, у них есть полиция. В 17-й год. То есть, Львович, вам привет от посла Исландии Российской Федерации. Я с ней общался с прошлой пятницей. Прямо вам нельзя сказать. Все, я окончаю. Времени очень мало. По поводу твоей власти. Это тот путь, по которому надо идти. Вышло. И сегодня. И сегодня надо идти. Надо идти. Но для этого мы далеки от этого. Потому что мы позволяем. Я с вами согласен. Наш омещанившийся наемный работник, который сегодня не сравним совершенно с уровнем культуры. Пусть образованность была не та, но культура была выше рабочего российского в пятом году, чем сегодня. Кто к этому привел? Привела партия, которая совершенно природилась за время последних десятилетий советской власти. И вот это привело к тому, что мы сейчас наблюдаем эти позорные Ленинграда. Там многотысячные крестные ходы, до которых все разрешено. Невский проспект может без трафика обойтись два часа, пока идет крестный ход. Это про такой уход в новое среднее вековое. С тем, что конституция сегодняшняя, мы празднули 25 лет, помечаем, наша буржуазная конституция, дала бы возможность использовать нам также средства массовой информации, не только интернет, который для молодежи работает, а вот чтобы все население могло бы и Соловьева с Дмитрием Киселевым слушать, но и слушать нас по этому же самому телевидению, чтобы то, что имеет место сегодня в любой западной буржуазной стране, у нас этого нет. Вот это задача наша сегодня. И сегодня мы... Игорь Ильич, к семнадцатому году. А к семнадцатому году? К семнадцатому году. К семнадцатому году мы можем подойти к новому только... Ну что, товарищи, на этом я думаю все высказались, да? Ну, до кончиков хотя бы по паре минус надо дать. Только немного, у нас совсем не темно. Опыт семнадцатого года показал только одну. Винтовка рождает власть. Вот это есть основной институт. Винтовка рождает власть. Вы же все сказали. Второй теннис. Отличная фраза. Второй теннис. Россия идет по пути в Латинской Америке. Мы это можем наблюдать невооруженным глазом. Скажите, пожалуйста, разве когда-нибудь вопрос о справедливости решало большинство? Например, во времена Ньютона. Один Ньютон знал законы. И если бы голосовали, между прочим, никогда бы в жизни он не победил. На самом деле всегда побеждает сплоченное меньшинство, которое вооружено все-таки сплоченно как-то. В любой ситуации, пока не будет вот этого зародыша кристаллизации, ничего не будет. Я бы добавил, сплоченное меньшинство, но легитимное. Ну как уж получится. И самый последний. Знаете, как-то Нильсу Гору приписывают фразу. Слушая одного из своих коллег, он сказал, Вы рассуждаете формально, логически, но не размышляете. Не размышляете. Потому что сам факт, сам процесс размышления должен был воссоединить, мне кажется, все то, что нам сказал сегодня Константин Андреевич, Юрий Валентинович, с которым можно не соглашаться много раз, и Вадим Петрович. Я думаю, как в качестве заведующего Дома Африканова, я думаю, позволит ему сделать этот маленький выбор. Да. И мы тогда заканчиваем наш лайк. Конечно. Закладчиваем, Владыч. Конечно. Хорошо. По минуте, чтобы поблагодарить. Да, по минуте. Ну, на самом деле, да, я исписал 4 листа с качества реакции на это все. Буквально одну фразу я хотел бы сказать, действительно, которое, мне кажется, принципиально важно для всего нашего обсуждения, что все-таки не является синонимами понятия, там, взяли власть большевики или пришла советская власть. Да, что все-таки и масштабы, да, события, мы называем переворотом или революцией. Ситуация 25-26 октября в Петрограде, я считаю, также является военным переворотом, да, осуществленным военно-авриационным комитетом. В масштабе страны и в ряде различных конкретных городов или губерний советская власть приходила очень разными путями. Где-то мирными, где-то военными, а где-то даже раньше, чем в Петрограде. Да, например, в Ташкенте в сентябре уже начались, я скажу так, тенденции к переходу власти к советам. И здесь не только одни большевики, естественно, составляли эту советскую власть. В данном случае не меньшее значение имеют левые эсеры или другие эсерские организации, как мы видим, в Поволжье, где они также берут власть, также в октябре сформируют советскую власть, да, и не всегда, собственно, большевики им даже были нужны в качестве коалиции. Собственно, вот только это я хотел бы сказать. Большое спасибо за огромное количество замечаний. Есть над чем подумать и, может быть, как-то оттачивать тендисы. Спасибо. Спасибо за замечание. Все-таки цель у меня была в ответственности на вашу реплику о том, что у меня не было стратегического решения в докладе. Я не ставил такой цели. Никакого стратегического решения в докладе я не собирался вырабатывать. Целью моей была основной. Прояснение роли городского рабочего класса в событиях 17-го года в Петрограде и Москве. В попытке уточнить авангардную роль промышленных рабочих в ризикальной смене власти России 17-го, 17-го, 18-го, 18-го. В результате на первой очереди. Вы не понимаете, что в России 17-го, 18-го, 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 18-го. Большое спасибо. Само обсуждение, по крайней мере, нужно ставить многоточие, а не только.